Продолжение следует... Тор. Это лидеры рынка среди производителей чаш для кальяна. Это современное высокотехнологичное керамическое производство с широким спектром возможностей. Единственная в России большая аутсорс-площадка для производства чашек. Сплит. Бестабачная кальяная смесь, каждый вкус которой является готовым миксом, олицетворяющим определенное настроение. Промобокс со всеми вкусами сплита вы можете приобрести по специальной оптовой цене у производителя или в боте около кальяна. Альпака Кока. Качественный кокосовый уголь, без примесей и без посторонних запахов и привкусов. Рил Талк. Вареный черный табак для кальяна с широкой палитрой ароматов. И ни одним табаком едины. Рил уже выпускает жевательный табак, жидкость для парения, аксессуары, теперь и кокосовый уголь в удобном формате. Пачки по 18 штук, 25 углей уже можно заказывать на Вайлдберрис. Сегодня вышла в продажу коллаба Овердос и Славы КМТМ. Брамблби. Сладкая клубника с сочной ежевикой и голубикой. Фантола. Тропическая газировка со вкусом баблгама. Хрустстайл. Травянистый цитрусовый напиток с лаймом и кактусом. Сапфир Краун. Генеральный партнер Хука Клаб Шоу, который состоится 6-7 мая. На стенде 115 вы найдете подарки, топовые ароматы, мерч от Краун. Также бренд обещает показать на выставке что-то масштабное и неожиданное. Если еще не успели купить билеты на ХКШ, воспользуйтесь промокодом Краун, чтобы получить скидку 10%. Сейчас эта мартышка встанет и уйдет по своим делам. Хотя на этом месте могла идти ваша реклама. Ставь угли, заваривай чай и настраивайся хорошо провести время. Всем ламповая атмосфера, мы начинаем. Продолжение следует... У нас нашел звук, у нас сейчас пойдет свет. Цвет обязательно, вы должны во всей красе увидеть. Алексей? Да я в ЧБ не сильно отличаюсь. Какая тебе форма имени, кстати? Поехали. Больше комфортно. Леха, Алексей. Все кроме Алеши, потому что Алеша это диагноз. Алеша, да, Алеша звучит обидно. Если, кстати, у нас Алеша в эфире... Слушайте, слушайте, мы в эфире, мы со звуком, все у нас в порядке. Мы сейчас начнем. Тут такая плотность событий подобралась с начала эфира. И истории подъехали. Я говорю, Леха, подожди, подожди, в эфире расскажешь. И этот, распаковка сумки, косметички, не знаю, как это позвать. Тоже начал все, говорит, доставать человек, который всегда ходит со своим карьером. Этого матого. Я короткое предисловие сделаю. Мы с Лехой так как-то заочно, визуально друг друга знаем, всегда здороваемся. Но у нас с тобой никогда не было такого, чтобы мы где-то, ну не знаю, прям полноценно сели, встали и пообщались. А мы вечно на бегу пересекаемся где-то. Да, мы реально где-то вот так вот в створце, что у вас здорово, там, туда-сюда, там. А сейчас в эфире у нас практически будет знакомство, общение. И вы в этом самом самом деле будете присутствовать. Из микро-анонса того, что будет происходить. Мы покурим без аромку, мы познакомимся поближе с твоей деятельностью, с твоей личностью. Кто-то тебя знает лучше, чем я, кто-то тебя вообще не знает. И, естественно, у нас угли уже прям наполовину подходят. Мы забивку прямо сейчас сразу начнем делать, для того, чтобы у нас эфир побыстрее начался с дымом. И параллельно за комментами будем поглядывать. Я вот буквально этот, самое важное, буду выдергивать, читать. Я отсюда все равно не вижу. Пару слов поздоровка, если что, вон камень. А то я в эфир влетел. Ну что ж, ну всем привет. Алексей, кто-то меня знает, кто-то не знает. Но в целом, здрасте, сейчас будем знакомиться, общаться. Влад вот наконец-то переехал, теперь он в 10 минутах от меня и проще коннектиться. Да, это круто. Ну я, кстати, об этом узнал, я же понятия не имел. Я об этом узнал, когда эфир в инсте вел, ты что-то на него заскочил. Я помню, что где-то Дзержинский, Кальяна, где-то ты там примерно работал, еще Маша Высер. Как Высер называете? Или она у вас в своих кругах по-другому называется? Ну в блогерском комьюнити Маша Высер. Или как ее обрешает? Высер. Высер. Она говорит, Дзержинский, Дзержинский. Я такой думаю, ладно, ладно, когда-нибудь попаду, она приглашала попасть к тебе на смену. Я потом переезжаю, смотрю по карте, здесь Дзержинский рядом. Я вместе на стриме говорю, Леха, ты где-то рядом здесь. Он говорит, я пешком дойти до тебя. Я говорю, сейчас подойду. Я говорю, все, мы броним место, ты точно попадешь ко мне на эфир. Это тип, кто деда убил. Надеюсь, он шутит. Деда. Они в Трехином чате треху так называют дед. Дед почему-то. Все тогда сошлось. Ты выглядишь, как тип, который мог реально деда заводить. Не совсем рыжий, конечно. Это больше Ханафин похоже. Сейчас буду с вами кальян курить. У меня через 15-20 минут покура любой кальян превращается в безаромку. Мы тоже сегодня обсудим, спросим, почему ты реально очень жестко перешел на безаромку. У тебя, может, какое-то недолюбливание, возможно, даже людей, кто курит аромку. И почему ты... Да нет, почему мы это расскажем. Отдельно прям выделим. Я расскажу, почему я курю безаромки. И чем они, на мой взгляд, лучше, чем аромки. И твой кальян, кстати, которому сколько ты сказал? Полтора года ему примерно. Ни разу на нем аромка не куришь? Ни разу. Ни он, ни чашка моя, они ни разу аромок не видели. То есть твой Мэтт Пирсик, он натурал? Ну, да. Он слегка прокопченый, потому что у меня был килограмм копченый безаромки такой прям копченый прям. И он еще где-то месяц, наверное, отдавал копченым, чем бы на нем ни курить. А давай начнем вот этот творог. Так, давай. Слушай, тут спрашивают, в каком году пошел тренд на безаромки. Считаешь ли ты, что у них тренд? Или это все-таки очень узкая тема для определенной касты людей? Окей, я бы, наверное, сказал, что как таковой тренд на безаромки прям вот именно активно их начали обсуждать, это где-то с известностью сатира. То есть вот когда сатир крафтовый начал вылезать и появились вот их варки, вот тогда уже начался какой-то потихонечку тренд. И сейчас активнее, я просто замечаю, даже в заведениях, с каждым годом все чаще народ спрашивает именно не о ромке. Ну, я-то много людей подсложиваю. На 100 заказов сколько человек спросят за безаромки? Это сложно, вот именно в процентном соотношении. Тут скорее возрастная группа. Вот 30 плюс возрастная группа, они курят достаточно часто неаромки. Ты думаешь, это из-за их прикуренности уже к аромкам или они, в принципе, когда ты становишься старше, тебя начинает тянуть на что-то посерьезнее? Слушай, на мой взгляд, просто вот как я называю это, кальян с безаромкой, это взрослый кальян. У тебя нет лобового вкуса, у тебя там палитра привкусов, которые могут дополнять, особенно если какой-то вкусный взрослый алкоголь, то есть не там виски с колой и дешевое вино, а нормальный хороший вискарь, гурбончик, в котором ты еще и разбираешься, и он может дополнить. С алкоголем, кстати, да, хорошая аналогия, потому что чем старше соносить, тем меньше тебе хочется что-то миксовать, какие-то коктейльчики, какой-то вот что-нибудь. Да, с возрастом начинаешь понимать, это, знаешь, это как оливки. Да, индикатор взросления. Я их терпеть, когда-то не вырос. Я еще не вырос. Серьезно. Мне пока не нравится. Кто знает, кто знает. Я пока дорос только до островных вискарей. Так, ну что, мы говорили, то что... Распакуемся. Да, давай распаковку. Какие-то детальки мы будем вам выводить. Углюжие, допустим, готово. Можно, кстати, сначала достать... Ой, это палочки. Здесь взрослый. Что они здесь делают? Честно. Вот они, барабайщик? А они какие-то, этот, именные или это... Нет, это фирма. Это одна из лучших фирм, которые делают палочки. Вик. Вик фирм. Фирм. Блин, это сложно произносимо. Ну и дальше это уже размер. Чаха. Чаха к били. Блин, ну это такая... Повидавшая. Ну да, она еще и отколотая. Вот тут вот сбоку. Не видно. Это я шило точил. И после того, как скол появился, и все вот эти вот трещины, ты на ней продолжаешь курить? Да, она не сопливит ничего. Это на заметку. Кстати, чатом, и где-то отчасти, может быть, моему чату, кто-то где-то, чуть-чуть у нее чаша, что-то с ней произойдет, все начинают советовать. Это мы курим. Дай все, какие-то, нафиг это. Че, ты вот это вот. Ну, алды реально. Это мы тоже будем курить. Это, кстати, чтобы ты понимал, это стояло у меня за баром. И как подписали мои ребята. Лехина. Крепко и вкусно. Батрош. Нужно это показать. Челехина. Крепко и вкусно. Невкусно. А, невкусно. 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 Мы, кстати, сегодня сейчас оценим, вкусно это или нет. Прикольно. Так, ну, щипцы, про которые я тебе уже говорил, как заставить меня что-то купить. Поесть череп, и я это куплю. Если вам нужно продать гараж, нарисуйте на воротах череп. Вот. Лучшая фольга для кальяна. Летейшая вообще. Они, кстати, на видео смотрятся круче, чем в жизни, потому что тут реально этот градиент и так отливается. Ой, да. Слушай, какие красивые у меня щипцы. Это череп, за который можно просто Леху заставить купить все, что угодно. Как Маклауды у меня появились с черепами. Слушай, это обручальное колесо, это тоже? Нет. Нет, обручальное, нет. Нельзя? У меня их два, обручальное. Я уже амбассадор, наверное, этой фольги, потому что это лучшая фольга для кальян. Кстати, да, да, ее очень... Блин, я же забыл все. Лепители сатира все рекомендуют. Есть какая-то связь, почему вы все так любите толстую фольгу? Ну, именно не то, что... А удобно работать. То есть даже для работы в заведении, то есть я стараюсь зачастую в заведении, даже на сменах, работать на фольге, потому что глобально на фольге курится все и как угодно. Грубо говоря, знаешь людей, отдаешь им на двух слоях, не знаешь людей, или это новички, или курят там что-то ультралегкое, отдал им на четырех слоях. Она запечатана? Да, она новая. Я сейчас ее детственности лишаю. Так нормально. Нам ее еще и натягивать там. Все нормально будет. Надо, кстати, начать забивать. А наш Абини, он видишь, есть поцарапан. Это Модпир Мини, или у него какая-то этот... Мини, вот так называется Мини, да? Или у него есть в этой модели. Просто Модпир Мини, да? Да, Модпир Мини. В первом. Мотик. Об этом ты расскажешь попозже, и за кальян тоже чудо. Попозже. Давай, надо приступать, что-нибудь уже забивать, чтобы она начиналась греться. А, ну и... Там что бывает? Ну что, это микрофоны. Так, давай, ты займешься. Вот сейчас. Полный процесс. Так, серьезные ребята все это дело мутят. Я пока что кальяну беру. Как ты себя охарактеризовал кальяной индустрии? Не в плане твоей деятельности. Вот там кальяный мастер, понятно, профессионал, там, не знаю, домашний курильщик, олд и все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все. Ну ты типа сам за себя уверен скажешь, что ты прям профи, ты можешь забить чего угодно, кому угодно, в любой заказ попасть. Ну, 99,9% что я в заказ попаду. Вот. Потому что заказ это такое дело тонкое достаточно. Пока еще это не врубаем. Так, мы сейчас переключаемся на этот. Начнем здесь сверху. Ни скрепку. Разгонимся. Это то, что... Не с этого, да? Нет. Это варили, честно говоря, ради эксперимента есть трубочный табак Ларсон. Он очень вкусный сам по себе, как трубочный. И мы его решили сварить, потому что у меня его в какой-то момент оказалось очень много. Вот. Так это выглядит. Уже прокурим много раз. Блин. Там нет... Он заест тем пахнет, он ЛД пахнет. Я, блин, реально, у меня флешбек мало. Одни из первых сигарет, которые я попробовал, это ЛД были. Я такой, нюхаю сигареты, блин, офигенно пахнет. Ну вот, табак. Непосредственно пахнет табаком. Какой он должен быть. Здесь есть что-то десертное, чуть-чуть какой-то шлейф здесь шоколадный присутствует. В принципе, да. Я, честно говоря, не могу сказать конкретно, что здесь за лист, потому что это... Ликер, какой-то ликер шоколадный. На колуа немножко похоже. Знаете, что это такое? Клоуа? Крофейный ликер. Вот B52, B53, когда делается, там вниз кладется клоуа. То ли шоколадный, то ли кофейный такой ликерчик присутствует. Так, а ты не пользуетесь, там, вилками? Или как тут получишься? Я вилкой только разравниваю. У меня почему-то вот с лохматых времен у меня приверженность такая, что табак, он как мясо, он любит руки. Фениксу же жалко, что резину передушу пробовать. Чашка-поведаж. Да, поведаешь, офигелик. Вот это, кстати, когда вам в чате говорят, да все, выкинь чашу, это расходник. Реальные ребята, они просто чашу, пока она в труху не рассыпется, когда песок не выделили. У меня как-то лопнула чашка, просто я ее уже замучил, так надо лапу вытереть. Или я полосыня. Алина, взять, пожалуйста, сюда влажную, сейчас зайдем. Не, просто сухую салфеточку. А, полотенце, которое я дал, наверное, раньше времени. Кстати, насколько реально разные мнения, и один будет сидеть, вроде бы, профессионал индустрии, которому вы доверяете, и другой, один будет чашу закуривать в доске, объективно говорить, да, курица, и ладно, нахер мне, типа, все это нужно. А другой будет говорить, типа, это все нужно выкинуть, типа, чаще расходник, и на то повлиять, и на это повлиять. Тут человек, кто-то увидел бы эту часть, сказал бы, да, она там уже во вкус мешается, и там, типа, задница этой чаши, типа, она уже вся протекшая, это надо менять, иначе там будут потери какие-то. Ну, я бы не сказал, что она протекла, она не течет, она единственная, вот это вот все тут видно, да, вот это вот все черное, оно уже не отмывается, что я только с ней не делал, это только шлифовать. А как ты относишься к таким кипячениям? Вы еще до сих пор кипятите тогда? Я, я про сжигание напряжение. Зачем? Я просто, ну, не вижу смысла. Очистить чашку от чего? Погоди секунду, это влажный момент. Я хочу этот, показать момент отрыва. Поехали. Просто любой острый угол, не знаю, что. Вот. Слушай, я еще до сих пор, у себя людей, которые супер жутко отрывают фольгу, у них почему-то не получается. По страсти, по максимуму, да, здесь делать, чтобы это все делало. здесь два слоя, 20 микрон, правильно? 30 микрон, два слоя. Итого 60 у нас получилось, даже если вы с 9 микрон замотаете в 7 слоев, в 6, все равно это будет по физическим свойствам разное. Не, она, во-первых, ее 9 микрон, там, вот эти вот, фольга, которая, для, ну, короче, обычная фольга, самая вот эта, простецкая. Фрекенбок там какая-нибудь. Ну, да, вот эта вся фигня, она не будет так работать. Это шиво. Это гильза, типа, закосы, или мне показалось? Нет, оно просто раскручивается, у нее достаточно тяжелая ручка, неудобно работать. Мне часто говорят, оно толстое. Ну, визуально, да. Да, но мы же не фигачим дырки там, на раскладную катушку-то. Попал, вроде попал. Самое главное, это первое и центральное сделать, и от него... Ну, хотя бы попасть, потому что я постоянно делаю кривые пятна. А, так мы еще на пятне будем? Ну, На пятна ты тоже, Саня, расскажешь. Смотри, чтобы мы понимали, Саня был у меня в эфире, и у вас мнение в чем-то расходятся по поводу пятен, по поводу фольги, по поводу безоромки. Ну, да, у нас достаточно сильно расходится, да, у нас расходится и... У нас, Донателло. О, ничего себе. Алексей, я первый раз увидел, когда они с треха снимали видео топ-7 крепких табаков. Да. Саней у нас много общего и много разного. Общий, так скажем, это отдельная история, правда, мы отцы одного ребенка, он крестный отец моего младшего. Так, погоди, сейчас, отец одного ребенка. Он крестный моего младшего. Все, так понятно, как быстро выкосить. Звучит, да. Вот, и... Во-первых, у нас разный стиль курения, и Саня не такой фанат без аромок-то, в общем-то. Он больше фанат к неаромке положить там 30-40% какой-нибудь аромки. О, я, кстати, балуюсь. 20, вот, кидаю, и мне нравится легкий-легкий шлейф некоторых вкусов. Вот, опять же, тот же шоколад, какой-нибудь алкоголь, какая-нибудь малина, они с без аромки офигенного шлейфа дают. Ты, когда не можешь почувствовать, эти тонкие нотки без аромки, которые все описывают, здесь, если что-то слушать о том, что древес, черносливчик, здесь какой-то этот кожаный привкус. Ты куришь, про табак типа дашь, на такие многое. Это, я так про сигары рассказываю обычно. И вот, чуть-чуть добавить туда 10-15-20% образно говоря, вискарика какого-то, кофе добавить. Ты все так же куришь без аромки, но у тебя появляется вот этот самый шлейф. И это, в принципе, имеет право на что-то. Вот так вот. Выглядит шикарно? Да. Где-то? У тебя, кстати, нужно уже ставить греть. Мы, наверное, сейчас поставим угли, отставим чашу, а потом заполним кальян. Уплотнители в твоей чудо-сумочке есть? Только салфетки. Ага. Почему? Неоднократно у меня слетали чашки с уплотнителей. Поставь только на чашу угли, и я забываю. Давай. Ты риской миспира пользуешься или больше-меньше льешь? По риску. А салфетки ты сама носишь, кстати? Они часто заканчиваются, они распиханы по карманам. Бумушные, да? Типа. Нет, там разные. Заехал за кофе куда-нибудь, там, в Бургер Кинг, набрал салфеток. А, телефон сейчас этот раз перейти. Все, по риску я идеально налил. Так, щипцы расставляем. Щипцы расставляем. Давай, я сейчас единственным модом скрутишь на видео эту самую салфетку. Ты ее смачиваешь чуть-чуть? А, прямо на сухую? Она сама намокнет вперед. Блин, я ее как-то, все то же самое, но я прям мочу руку, потом стрях я с нее в воду, вот так вот, типа, чуть-чуть делаю. Ты прямо на сухую, да? Да, прямо на сухую, да? И ничего экстраординарного там не случается. Я твой стол сшатал. Ты, кстати, на нем чаша стоит. Я вижу. Отлично. Так, давай, я поставлю, чтобы с руки в руку не передавать. Так, расстановку углей вы видели? Над отверстиями ты не стоял? Или просто куда стоялось туда и стоял? Смотри, отверстия по краям по большому счету нужны для того, чтобы у тебя каким-то образом подтягивался воздух через угли, и они не тухли снизу. Потому что если ты их просто на фольгу положишь, они у тебя снизу будут тухнуть. И, ну, такое себе будет. Не очень. Так, в целом, вот, все, ждем. А если ты не хочешь, чтобы тухли, блин, может, имеет смысл... Ну, не то, чтобы прям спиральки, как раньше делали, но вот что-нибудь под уголь кидать, образно говоря, его чуть-чуть накренило, и все, уже тухнуть не будет. Кусочек, образно говоря, палочки испанил. Ну, это лишний геморрой. Проще, вот, реально. Классическое пятно, это что такое классическое пятно? Двухрублевый монет посередине, шесть отверстий по краям, все. А, это, типа, площадь размером 2 рубля? Ну, да, успят так нахерать. Ну, это потому что УПГ-шка большая. На обычной УПГ-шке там поменьше, естественно. А это, я люблю большую УПГ-шку, потому что она, особенно с неаромкой, она курица, ну, полтора часа можно спокойно курить, там, забивка достаточно большая. То есть мы можем эту чашу полтора часа курить? Ну, часа-полтора она будет жить. И, по сути, как умирают неаромки. Когда у тебя вылезли орехи, любые, все, она умерла. Ты можешь еще час пылесосить эти орехи, но... А, привкус орехов, да? А мне сейчас безаромка орехами отдает. Нет, когда она отдает с самого начала, это одно дело. Когда ты курил какие-то там смузи с сухофруктов, а после этого у тебя вылез фундук, пережаренный, стрим жесткий, заряжаю табак от монитора до крепости. Да, у кого там крепости не хватает, вы поставьте перед монитором, мы там обряд какой-нибудь проведем. Смотри, вот эта вот история, в начале эфира, до того, как он начался, чат уже этот, можно в него писать, там есть такая ютуба штука, ты пишешь в чат, но через часа два, там три у тебя сообщение исчезает. Но все начали вот эту историю сговорить, крепость, крепость, крепость. Когда слышат сатиры, сразу это равно крепость. Как ты к этому относишься? Тебе это льстит? Ты этим не то чтобы его делаешь, но как вот, когда за тебя говорят чувак, который курит очень крепко, для тебя это что? Да, ну это, честно говоря, ничего такого не знаешь. Просто это моя индивидуальная особенность. Я, честно говоря, просто курю уже 20 лет, и у меня никотиновый толер где-то там. Это и не плохо, и не хорошо. Честно говоря, это просто факт. Я такой не один. У меня вчера приходил товарищ на смену, который курит еще крепче, чем я. Но я не знаю, чем он это делает. Он приходит целенаправленно умереть. Вот это я тоже часто говорил. Ну, у тебя не было никогда мысли, я подводочку сделаю, просто у меня, когда идет этот момент, что я чувствую, что меня не накуривает то, что накуривало, допустим, месяц назад, у меня сразу мысли появляются, а блин, надо, наверное, отдохнуть. Ну, потому что это уже, типа, несерьезно. Я начинаю максимально искать выходы, где бы этого никотина, там фрегаты всякие, подтаскивать, уже сильно часто в день курить, и подряд два колена могу покурить. Меня это немножко напрягает. Я думаю, блин, надо отдохнуть. Я сознательно опускаю крепость где-то X2, начиная, грубо говоря, там, с овердоза, переходить на какой-то сапфир, который достаточно легкий. Посидел на этом всем деле недельку, иди, поп, нормально, овердоз уже накуривает. Тебя это вообще не вопрос никак не парит? Вообще не парит, абсолютно. Да и сейчас вот для тебя овердоз, это что? Я его не чувствую. По никотину? Ну, я не понял. Я, типа, уровня там, отдали овердоз, типа, все, одна херня. Но нет, смотри, у меня на самом деле, единственная проблема с моим восприятием никотина, она есть именно в работе. То есть, когда у меня запара, у меня там стоит шесть кальянов одновременно, и, грубо говоря, два из них, один, условно говоря, ниже среднего, другой чуть выше среднего, там попросили гостей, и они оба там базовый вкус, основной клубника там, допустим. Я их раскуриваю. Ты умудрился, черепочек. А я... Давайте этот, кто сосчитает количество черепов просто. Тупо на пружине черепочек. А, ну, это вот, тогда вот еще один череп, чтобы это сигару резать. Всегда с собой тоже таскать. Ладно, мы о любви к мертвечению попозже поговорим. Что я говорил-то? А, ну вот, и у меня стоит два кальяна, мне надо их выносить, раскуривать, а он, они оба клубничные, один ниже среднего, другой выше среднего, а я не могу определить. Я не чувствую. А что есть, кстати, среднее? Вот это большая путаница, если ты хоть немножко ясно снесешь, когда люди говорят среднее, каждому свое среднее пытаться найти, или мы все-таки что-то для индустрии среднее выведем, чтобы было чего-то отталкиваться? Смотри, объективно, средним и классическим, вот как ее называют, пятерочкой, принято считать условный DarkSide. DarkSide, BB, вот они, это середнячок. Они просто, ну, разные, я еще ощущаю у них разницу, ну, DarkSide, DSBB, менее крепкий, чем BlackBurn. По мне, так вроде, одно и тоже, там просто такая незначительная разница, по мне, так они одинаковые. И, в принципе, принято считать, именно вот за средний, именно DarkSide, то есть все отталкиваются от него. Он на слуху у всех, все его курили, все его знают. Но дальше, когда гости начинают говорить какие-нибудь цифры, особенно, когда начинается вот это, давай на 6, не, давай на 6,5, давайте на 6,25 идти, его мать. Нет такого, ну, нету. Есть, грубо говоря, среднее, ниже среднего, воздух, блюдо, ты бы не тяга, выше среднего, и с водой сигуляции, выше среднего, и, и до свидания. Вот все, кроме до свидания, я использую, то есть цифрами вообще не оперирую, типа, я когда описание делаю продукта, говорю, курица как воздух, либо ниже среднего, уверенно, среднее еще бывает у меня выражение, чуть выше среднего, ну, типа, чуточки вот эти вот немножко, я иногда слова для понимания оставляю, типа, чуть выше среднего, это вот шестерочка, грубо говоря. Ну, как-то так понятнее, потому что, реально, цифры, они настолько во всех регионах поперепутались, настолько для каждого, вот эта своя цифра, и, по сути, если ты принимаешь заказ, чтобы быстро вычислить, что для человека, он, допустим, заказывает мне шестерочку, можно его быстро спросить, что для тебя Дарксайд, да, и вот как он скажет. Глобально спрашиваешь, что для вас шесть, ну, допустим, я иногда спрашиваю просто, вы где курите, я отталкиваюсь от заведений, то есть, когда мне люди разговаривают, мы там курим, в мяти планерное, и какую цифру вы там говорите, пять, я понял, значит, четыре, как-то подержащий, кажется, да, 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 вот Курск, они курят, они не столько крепко курят, они курят жестко, они прям курят на грани перегрева, им прям вот именно, чтобы скребло горло, питерские, они курят крепче сильно, то есть, питерская пятерка, это не московская пятерка, вообще, ни разу, это я почувствовал, пока жил там, да, и Питер, но Питер зачастую, вот все, кто ко мне приезжали, они все зачастую приезжают, там, сильно выше среднего, фольга, пятно, 4,25, добрый вечер, господа, на какие вопросы можно задавать по безаромкам, любые, которые тебя беспокоят, если нет вопросов, просто слушаешь, и даже те вопросы, которые у тебя не было, мы сегодня их закроем, кстати, потихонечку раскрывается, слушай, а у тебя сеточки нет? Есть, на всякий случай, будет просто сетка, никаких колбаковых эффектов, да? Не, не надо, просто сетка, по Европе, отличная сетка, то, что надо, прям, ничего лишнего, не, вот эта сетка, чем именно она хороша, то есть, когда, для работы именно, она идеально подходит, когда люди перегревают чашку на фольге, ты по бортам раскидываешь, прям, упираешь на сетку, убираешься, блин, кстати, с фольгой, это можно проверить, и все, объективно, на фольге, регулировать жар проще, в вариации, больше регулировки жара, но, если ты, тупишь в этом, то для тебя будет не проще, ну, когда, мне частенько говорят, что вот, на фольге невозможно работать, на фольге там крепость выше, все это бред сивой кобылы, учитесь работать на фольге, если вы хотите, учитесь работать на фольге, да, на фольге, кальян, курица, чуть поменьше по времени, потому что у тебя прогрев более полноценный, идет, не как на колодке, то есть, у тебя только сверху, как, в чем по сути отличие, вот этой чашки, если мы на нее колодку бросим, как в духовке, ты взял курицу, сунул ее в духовку, посередине, включил верхний тен, она у тебя пропечется, но сверху сгорит, а если ты включил верхний тен, и обдув, она у тебя пропечется равномерно, да, она сверху у тебя подкоптится, естественно, безусловно, но она пропечется равномерно, вот, и быстрее. Аналогия неплохая, но все-таки чуть-чуть, да, в плане распределения потока, по-другому, как минимум на пятне, вот пятно и колодка, это кардинально разные вещи, если вы сделаете инверсию пятна, и по периметру зафигачить отверстие, а в центре оставить не забито, то это будет уже ближе, по стилю курения на колодку похоже. Я так делаю на фанилах, как вариант, кстати, потому что, чтобы лишний воздух не сосать, по-прямой, это, кстати, тоже был один прикол, у меня пришли ребята, попросили танж, я думаю, ну окей, танж, я знаю, тебе понравится, забиваю им танж, натягиваю фольгу, пробиваю, ставлю угли, ставлю на кальян, жду, минут пять ждал, как, кстати, к моему штукам относишься? У тебя двигательная шея? Да. Как оценишь моему штук? Как понравится? Моё увлажнение, честное слово, это я понимаю. Так вот, минут пять прождал, раскуриваю, ноль эмоций, ни дыма, ни вкуса, ничего нет вообще, фигня какая-то. Ладно, накинул колпак, а там у меня вербантовский фанал был, плотно вбитый танж и фольга, и четыре полуздохших угля. Ещё минут пять подрождал, опять раскуриваю, опять ничего, думаю, что за фигня? Спускаю кальян, думаю, надо что-то поправить, и я понимаю, что сапоги дорогу знают. Я на фанале пятно пробил, просто сижу, прямо только воздух. Да, в призыве, вот это затуп, и часто тоже спрашивают, нужно ли забивать отверстия, вообще, в принципе, сколько доделать, лучше вообще, вот прям, ни одного не делать над вулканом фанала, правильно? Ну, лучше не делать, смысл, но здесь тогда надо хорошо смотреть, чтобы либо это должен быть как у глины, например, низкий вулканчик, он легкий. Рано, да. Не, он легенький. У глины, у них низкий вулканчик, и его можно спокойно бить, вообще не париться. Если мы берем хука-джон, у него вулкан высокий, если плохо натянули фольгу, у нее есть шанс упасть на этот вулкан, и просто запороть тягу, и все. Лучше тогда перемычку из фольги туда воткнуть, и все, вообще никаких проблем нет. Все эти перемычки даже как что-то такое лдовое выглядит, потому что реально есть люди, которые не понимают, что там, куда фольгу засовывать. Уже фанелы либо сильно утопленные делают, либо еще остались, которые с прорезями, на случай, если упадет фольга. Ну, прорезь там тоже, у тебя по бокам, по сути, табак получается, и все равно тяга запарывается. То есть, как запороть тягу на фанеле? Ну, это элементарно, фольгой. А на колодке Фил умудрился тягу запороть на фанеле. Я не знаю. Надо в что-то кунутся, и, наверное, проще будет Арину спросить, потому что мы часть прозевали. Какие там были интересные вопросы по чату? Или ты сама не особо мониторила? Мониторила, но... Так, привет из Курска, крепость пол шестого. Или сорьку, сколько улет? Испайс. Так, следующий вопрос. Добавляете ли вы воду при варке без аромки? Интенсивный сироп, ГФС или патока? давай к производству мы чуть-чуть позже подойдем. Окей, Виктор, запомни. Но я сильно погружаться в технические особенности не буду, а так в целом общий мы расскажем. Как у тебя отношение к Миласка вообще? Миладзе уловитель? Да. Ну, я не эстет, мне по барабану что там стекает в колбу, это чистая эстетика. А на вкус никак не влияет? Да никак. Лагавудин или... Лагавудин. Ооо. Лагавудин. У меня воняет угли, углями пахнет через экран, без аромка, это всегда крепко от всего начать. Леха, где ты сейчас работаешь? Имея в виду, забиваешь кальяну. Где как? Я сейчас в основном по приглашенным сменам. Кто из заведения, какой-то может тебя позвать? Ну да, в инстаграме можно смотреть, я там обычно выкладываю за сутки примерно, где я буду завтра, бить чашки. Вот, да. Кто в Москве гостем, проездом, кто местный, можете подписаться и ты там анонсируешь, где можно прийти, от тебя покурить забивки. Да. Ты и аромку бьешь, и все. Когда ты на смене, ты слушаешь... Когда на смене, я бью все подряд вообще. У меня нет... И лица плохие. Ну это редкость. Было, да? Было. И до гостя, когда что-то вы там зарубили, значит, что... Ну он белку поймал просто. Он пришел под дату и белочку схватил, там надо было просто немножечко это... в себя привести человека. Дорвай, да. Слушай, ну я видел, да, у тебя инстинк, у тебя там какие-то трешаки происходят, что-то манекены битами бьешь. Нет, это было специально. Это манекен был куплен как раз... Мне просто принесли шлем атоциклетный старый, который нафиг никому не нужен, и у меня возникла гениальная идея проверить, что крепче. Атоциклетный шлем или юнион аргумент. Ага. Ты расхерачил. Что? Но просто так бить шлем неинтересно, я поехал и купил манекен. Одели этот манекен, красиво напялили на него шлем и, собственно, шлем в клочья. Аргумент жив. Так, дадим человечку за кадром говорить. Чашка под безранку. Какую лучше взять? Любая турка. Прямоток именно. Прямоток. Прямоток. Ну, лучше турка. Да, в принципе, что по кайфу. Привет, молодежь. Где тут молодежь увидела? Давай за счет вопроса, сколько тебе лет. Пенсионеры там какие-то в чате. Деда сидят в эфире. Это мой шлем был, Иван, здесь. А, Ванька, вот. Это его шлем был, да. Шлем реально разлетелся. Я потом обломки этого шлема оставил, чтобы там надпись была. Чтобы никогда такой шлем не покупать. Он реально в крошке просто разлетелся. Ну, я думаю, мотоциклисты не особо-то встречаются. Ну, если со шлагбаумом сродить, я не знаю. Да нет, там хватило бы удара об землю, он именно рассыпался. То есть, я думаю, что он треснет. Но треснет, погнется, еще что-то. А он именно разлетелся. Ну, кстати, да, это специфика шлема. Типа вот с лобовым циклом взять. Некоторые лобовухи рассыпаются, а некоторые вминаются. И шлемы тоже, по логике, должны проминаться, как с какой-то пленкой еще быть. Проминается, трескается, но уж точно в крошке не разлетаться. Ну, дешмана, наверное, да, какой-то. Ну, да. Где-то для велосипеда. Ну, это, как он сказал, что это шлем был, который просто ему отдали. Он где-то там на задворках лежал, чисто взял, чтобы мы как-то мотоцикл перегнать. Вот этот Леда просит поддержку Арины. Мне здесь. Мамена подруга просит. О, кстати, вопрос от... Сразу человек палится, что не особо ошарит. Загул – это смерть сразу. Я не буду комментировать тебе просто ответить. Загул, загул, трофимовский лайк загул или загул как таковой арабский? То есть, если курить загул арабский, как положено, в черную, на лимонных углях, без фольги, без колодки, естественно, как он курится, это не то, чтобы смерть. Это, по сути, ну, это сигарета. Он и курится с сигаретными затяжками. Ну, тоже побольше. Там есть крепость, но она не особо. Если забить его под фольгу, он вообще странный вкус выдает. Трофимовский лайк загул, он жесткий, сушащий и, да, крепкий. Елена, выглядишь наложе. Загул нахуй относится вообще к без аромки? Так он и есть без аромки. Все, где нет ароматизатора. Если его под фольгу заливать, ну, вообще, черношливом он очень сильно отдает. В целом, да. Если его курить, как задумывалось, в черную, на лимонных углях, это просто хорошая сигарета. Блин, столько вопросов хочется задать. Мне надо и чатику отдать, и своих вопросов миллион возникает. Так, я не шаре просто просил. Привет из Питера. Соль я лично не курю. А так я из новичков, любителей, купил по совету друга табак-бруска. Это именно уже табак. Ну, бруска, он тоже относится к сегменту ниже среднего. Он вообще нисколько не крепкий. Правильно? Бруска-табак. Я ладно, все-таки скажу. Все-таки мое имхо, личная бруска, табак, они выпустили, все хорошо, молодцы. Зачем, непонятно. Сидели бы в своем чайном сегменте или в вейповом, и черт бы с ним. Потому что у них табак на данный момент работает как-то странно. Он очень сильно меняет вкус в зависимости от температуры. Прям очень сильно. А это минус? Или это вариативность побаловаться? Это скорее минус, потому что непонятно, как с ним работать. То есть ты не можешь собрать чашку с нужным вкусом на одной и той же температуре. Потому что, причем, очень сильно меняется. Там у них вот этот вот кофе, который у них есть, он либо шоколад, либо кофе, либо вообще какой-то арахис непонятный. И причем это ярко прям вылезает, и кофе на определенном отрезке температуры работает. Я обычно, когда писали такие вкусы делаю, пишу, типа, интересный. Можно побаловаться с оттенками вкусов, играя с жаром. А ты так к минусам относишь больше. В принципе, заведение, наверное, да. А когда ты дома, у тебя только одна банка, ты можешь тремя вариантами покурить. По сути, да. Для дома, да. Безаромка на фольге пятном. Есть профит или извращение? Давай, наверное, еще тоже порекомендую посмотрите, фирсаж, это много мы этих вопросов закрывали, но и твое мнение тоже послушаем. Часто сам дома на пятне забиваешь? Я дом не курю вообще. На даче курю и всегда на пятне. Только на пятне. Я сам курю только на фольге, только безаромки, только на пятне. Тогда объясни, почему пятно лучше, чем зафигачить по всей площади отверстий. Во-первых, когда у тебя не особо яркие безаромки, очень сильно чувствуется привкус пепла. Если под углями... есть привкус? Пепла угля? Да. Я никогда не думал, что... Прям чувствуется этот привкус, вот реально, он туда попадает через эти отверстия. Если его прям на рот положить, он может такой соленоватый быть, но если пепел курить, когда у тебя прямо каленка упадет и ты гарика поймал, другое дело, когда уже выгоревший пепел у тебя падает табак, я даже сам говорю, что он на вкус никак не влияет. Чувствуется, вот с безаромками чувствуется. Ну, может быть, она настолько тонкая у него... Ну, да, безаромка она в принципе палитра тонких ароматов привкусов. Их там целые палитры, поэтому чуть-чуть какую-то фигню туда добавил, уже не то. Люди, которые много курят аромки и начинают пробовать безаромку, у них рецепторы подушатанные будут аромкой? Конечно. Безусловно. То есть, для того, чтобы прочувствовать полноценно безаромку так вкусно, как вы ее описываете, то нужно по-хорошему слезть на сколько с аромки? Да не то, чтобы слезть, можно выпить чашечку эспрессо, подождать какое-то время и покурить достаточно яркую неаромку какую-нибудь. Ну, я кучу народу пересадил на неаромки в заведении через Санто-Доминго Сатировский. Она очень яркая. Она прям очень яркая и она чуть выше средней крепости и в принципе она прям, ну, она яркая, понятно почему. Она трипа Десп-Санто-Доминго. Трипа это центральная часть сигары, которая самая насыщенная, то есть, она именно и дает вкус. А это полностью бленд весь. Я тебя хорошо понял, но вот людям, кто мешает, нужно объяснить. Для них типа безаромка и как безаромка может быть яркость. Что в безаромке отвечает за яркость? Табачный лист. То есть, он ярко выраженный табачный лист, правильно? Да, но это не табак, это не вкус сигарет, это не то, это чернослив, орехи, шоколад, кофе, все что угодно может вылезти. И плюс неаромки в том, что нету лобового вкуса. Ты сейчас покурил одну и ту же чашку, ты вот ее куришь сейчас, у тебя одни вкусы вылезают ярче, потому что рецепторы на языке работают перманентно все. Ты оставил, забил еще одну чашечку, пошел, выпил, я не знаю, стаканчик виски, кофе, вина, бокал, и куришь ту же самую неаромку, у тебя будут ярче другие вкусы в ней. И есть яркие, есть менее яркие. Это зависит от самого листа, который использовался. То есть, есть яркие листы, это секо, по-моему, называется, это средний ярус куста, по-моему, секо, да, там лихера, секо, валадо, да. Вот секо... Какое-то заклинание сейчас произойдет. Сейчас свет потухнет. Лихера, это верхний ярус куста, он отвечает в основном за крепость. секо, это средний ярус куста, он именно за вкус отвечает насыщенности этого вкуса. И валадо, это, ну, такой уже, он более горючий лист, более тонкий, что ли. И вот секо, именно, он может быть прям очень ярким. Очень много людей, первый раз куря тот же Санто-Доминго, они такие, там точно аромки нет. Потому что он прям черносливовый, он очень черносливовый. Поначалу. А дальше вот это вот, он вот так плавает. В зависимости от скуривания начинается уже, и в этом есть и плюс работы с неаромками, как базу под миксы. Потому что у тебя вместе с неаромкой начинает играть микс сам в процессе курения. это более интересное курение само по себе. Потому что чашка не статичная. У тебя нет неиспадающего вот этого вкуса, как ты забил, там, я не знаю, пинкман с кольцами, прости господи. И у тебя просто яркий пинкман с кольцами и пошел вниз. Пока он не сдохнет. И потом у тебя будет сдохший пинкман с кольцами. Если даже к такому же миксу положить 40% в чашку какой-нибудь неаромки, он уже будет гораздо интереснее. Потому что он будет вот так вот. У тебя где-то ярче вылезет цитрус от пинкмана и где-то кольца типа вылезают. Ну и так далее и тому подобное. Вот. Плюс-минус вот. Надеюсь, вы поняли и также подрезюмирую. Безаромка это вот в кольяной истории понятная штука. Это когда не добавляют именно ароматизатор всякие там вишенки, ягодки и все прочее. Но аромат у безаромки есть. И если у вас не убиты рецепторы, то там дофигища оттенков можно всяких интересных найти. Хороший вопрос. Что будет, если гость, у которой любит бруска, вынесет Трофимов террор? Что будет с гостем? Но он не сможет его курить. То есть никотин схватывает горло, он даже затянуться им не сможет. Почему это к вопросу, допустим, туда же можно отнести, почему нет? То, что мы сейчас курим, это офигенно мягкая курица. Это очень вкусно просто по вкусу листа. Я здесь оттенков прям вот ни кофе, ни черного слива ничего не чувствую. Здесь такой немножко кисленький лист. Ягодный. Ягодный? Ну, мне кажется, ягодный. А, возвращаясь вот к вопросу, да расскажу просто, что схватывает горло. Это когда гости, не умеющие курить, они кашляют от кальяна, от любого, говорят, ой, крепкий. А ты смотришь, а они курят его сигаретными затяжками, они тормозят дым здесь. Никотин раздражает горло. Любая, любой, даже самый легкий кальянный табак по содержанию никотина выше, чем любая сигарета. Абсолютно. и поэтому тормозить кальянную затяжку где-то в горле, мы раздражаем горло и, естественно, начинаем кашлять. Протягиваешь его глубже, все, перестал кашлять. Просто надо брать глубже. Запоминайте. Просто эти нацитаты можно резать. вот по поводу ДС. ДС, жидкий никотин, башка болит от него, от ДС башка раскалывается. Два разных человека написали. Есть мне не об этом положение? Слушай, башка раскалывается, никто нам точно не скажет, там, жидкий никотин или натуральный из листа, нам это точно никто не скажет. Башка зачастую, честно говоря, раскалывается от криворукой забивки, от угарного газа. Так, у нас вопросы с донатами вне очереди. Вы себе не отказываете? Люблю. Елена, спасибо большое за пятихаточку. Молодежь, ни в чем себе не отказываете. Постараемся, покураживая 500 рубасов. Так вот, зачастую голова болит именно от угарного газа, который скапливается, то есть, по сути, это криворукая забивка или редко продувает? Угарный газ это, наверное, не так забивка, как уголь недожженный, потому что сама забивка на угарный газ никак не влияет. Он скапливается в любом случае в прослойке между табаком и этим самым и подошвой колодки или углем. Это вот любители бить в касание, они прям вот очень часто насыщаются этим. Хороший вопрос химикам. А углекислый газ может вытолкнуть угарный? Как они вот вообще по весу относительно воздуха? То есть, куда стремится углекислый, куда стремится угарный и большое количество углекислого может ли выдавить с этой прослойки угарный? Ты знаешь, что-то в этом поводу? Нет. Ну типа там и температуры влияют, и вот вес опять же, есть, вот тот же дым ты наверное наблюдал, он может и стелиться, может и заполнять всю комнату. Это от давления, от влажности, от всего зависит. И в кальяне у нас все-таки дохерища углекислого газа и угарного по идее вообще должно быть минимум, но он там присутствует. И вот если у тебя очень много углекислого газа в этой подушке скапливается, есть ли там место угарного? Вот это, кстати, интересный вопрос не родился. Я полагаю, что у них одинаковая плотность, поэтому вряд ли они как-то могут менять. Когда у тебя подгорают вот эти листы под колодкой и вот эта гарь как раз от них, она у тебя и попадает от этого и болит голова. Я поэтому не понимаю, когда бьют в касании. Понятно, когда бьют допустим в лютое касание, вот как Славик бьет там касаточку, прижигает. Это имеет смысл, когда допустим у тебя очень мало времени, у тебя нет времени ни на что, ты насыпал овером, прижег, с первой тяги умер нафиг, колено раскуривается за 5 секунд. Это единственный смысл. Другого смысла я не вижу вообще в этом. Это перевод продукта, это сжение, кристаллизация аромки, сахарного сиропа, выжигание аромки. Зачем? Не понимаю. Вот про кристаллизацию тоже вот почему-то все, кто приближен к сахиру без аромки, у вас очень часто фигурирует фраза кристаллизация патоки. При какой температуре она кристаллизируется? Слушай, ну я не химик, она кристаллизуется при прижигании именно, прям, то есть повышенная температура, видимо, вот именно я резкая. И при непоравильной раскурке, то есть там перегретый кальян, на разогреве кальян, его резко протянули сразу, и вот верхний слой там сразу уже все кристаллизовалось, весь этот сахарный сироп в камне превратился и начинает керачить по горлу. Прямо все запутал меня, потому что у меня очень поверхностные знания на этот счет, но они не состыковываются с тем, что ты говоришь. Примерно там можете загуглить градусов, по-моему, 160, когда происходит кристаллизация вообще сахара. И получается в чаше у нас температура вот сатируем 200 градусов, нефиг делать держит. То есть его можно вжарить и у тебя внутри в чашном пространстве будет около 200 градусов. Она уже закристаллизирована, эта патока. Если бы она и проходила вот этот этап, то она его уже прошла и уже закристаллизовала. Что-то вообще проще поговорить с химиками. То есть я-то говорю на практике, как это работает. То есть откуда берется вот этот вот тыхан и жженый вот этот привкус на практике. И как... Он тебя про курицы или он тебя с детства? А у меня по-разному. И я-то исключительно на практике говорю, откуда оно берется зачастую. Потому что к химикам можно обратиться, ты знаешь, это точно так же, как раскладывать там табака в каком-нибудь ароматическом наборе. Смысл, кому нужна эта информация? Никому. Мне вот эти цифры тоже не нужны. Я не стою с градусником возле чашки. Мне надо знать, что не надо делать. Это хорошая позиция. Реально очень много теоретиков, которые мало смен откатали, не так много колена скурили, но они могут задавить цифрами. Но когда по факту ты уже много лет отработал, тебе пофиг, как эти термины называются, какие температуры, ты просто хорошо бьешь чаши и тебе больше ничего не надо. Это встречается в любой среде. И есть фотографы, которые не техно-дрочеры, они не могут. Им вообще насрать сколько блоков линз, какое их количество, какие-то там дисперсии и все прочее. Они просто классно фотографируют. Но их техногики могут задавить, когда они что-то там в своих блоках оговорятся. И похожая история в коленной истории. Мы блогеры где-то что-то поверхностно обсуждаем, где-то термины неправильно используем, но если залетает реально какой-то химик, физик или что-то прочее, то начинают умничать. Я тоже склоняюсь к тому, что ты просто грамотно хорошо должен забивать чаши и если у тебя есть желание, ты можешь упороться по этой всей технической истории. Но с кристаллизацией что-то вот... Просто чтобы понять что происходит в тот или иной момент просто для себя. Потому что как таковое через вот эту химию и химические процессы можешь узнать какие-то азы. Что такое кальянное искусство? Это только опыт. Ты по-другому ничего не сможешь делать. Рассказывать может сколько угодно. Пока ты руку не набьешь, ты забивать нормально не будешь. Само собой. Ну и все. Сколько лет ты на смены катаешь уже? 13. Именно смены, да? Не просто курешь кальянами? Мне неинтересно было отдавать это кому-то. Я катал смены в собственном ресторане. То есть у тебя был общепит? Ну еще пока не запретили. Тогда это был ресторан, в котором я занимался исключительно кальянами. И таскали эти табалки. То есть ты туда за день чье-то было? Нет, это мое. Все-таки твое заведение. Но кухней занимался специально обученный человек, потому что я туда не лез. По кухне я умею есть. А вот настраивать это все не ко мне. Я занимался исключительно кальянной кухней в собственных ресторанах. Интересный вопрос будет. Спрашивают у нас тут водка в бокалах. Это водка без арома? У меня да. Чистый медицинский спирт. Почему по пьяни курить легче, чем по трезвой голове? Хороший вопрос. А реально так и есть? То, что ты по трезвой не можешь курить, под синдией воде, ты фигачишь только. По пьяни куришь там вообще все подряд. Жены, не жены, сгорел, не сгорел, по барабану. Там уже угли, ты все равно его куришь. И тебе вкус, тебе нормально. Почему черт его знает? это алкоголь, он как-то видимо влияет. Тоже мы подошли к этому вопросу. Алкоголь в твоей жизни. Почему любители без аромки, любители страстно примухнуть? Где связь? Потому, что без аромки, вот некоторые без аромки бывают, у меня так было с догмой, с иллюминати. Как к тебе догмой относишься? Прекрасно. Я Лехе Трифилову отдельный респект выражаю регулярно за иллюминати, потому, что это идеальное попадание в меня и по вкусу, и по крепости. Вот прям идеально. Мне на день рождения, на прошлом, мне подарили 8 банок иллюминати. Просто потому, что знали, что я ее люблю. И я ее, когда первый раз попробовал, я ее закурил, и первое, что я сделал, я просто положил ключи от машины, думаю, завтра заберу, хрен бы с ней, я налил себе вискаря и ушел, включил камин в себя в випке и сидел курил. И это вкусно. То есть, вот это каскадное курение, оно друг друга дополняет, ты просто затягиваешься какой-то неаромкой и прям хочется. Это как сигарщики. Они же тоже зачастую там с коньячком сигару, с виски, с вином сухим именно. Потому, что оно друг друга дополняет и оттеняет. И ты получаешь очень приятный комплексный эффект. И этот вкус, ты его не воспримешь просто так. А вот именно с хорошим алкоголем, качественным, тогда да, тогда можно. То есть, если ты будешь безоронку курить с каким-то яркими напитками, то ты можешь запороть восприятие оттенков безоронки? Ну, безусловно. А вот если ты будешь курить что-то не яркое, а настоящее, качественное, то есть, тогда ты почувствуешь и там новые ноты в напитке, и в кальяне ты почувствуешь новые ноты. Оно друг друга дополнять будет. Вот у некоторых сложилось мнение, что безоронка это всегда крепко. Что бы ты посоветовал людям, которые хотят попробовать безоронку, но боятся лишней крепости, вход в безоронку? Это какие вот легкие есть? Да нет, давай так, безоронкой может быть все. Вообще все. Ну, вообще в принципе но другой вопрос, что допустим, если мы возьмем золотую Вирджинию, которая в Дейлике, ну, во всех, во всем легком сегменте, там вот эта золотая Вирджиния, она никакая сама по себе, она просто сладкая. Она очень сладкая, приторная, прям реально приторная. У Трофимова в свое время была база Вирджиния, ее идеально было использовать в работе как для просаживания крепости, то есть для полудурков типа меня, которых основная палитра это сатир, приходят люди, которые просят сильно ниже среднего, ты им бьешь микс на сатире и процентов 30 чашку этой Вирджинии золотой, которая просто сладость добавляет, больше ничего она не дает. Не вмешиваясь во вкус, но сбивает крепость. Да, да. Так, в принципе, вот если... А кого ее найти можно? Кто продает Вирджинию безоромку? Не знаю, Ток Трофимов, если они начнут ее опять делать, тогда да. А так, в принципе, если вы курите среднее и можете курить чуть выше среднего, допустим, вы можете войти в безоромку легко, абсолютно, через любую олдскул линейку сатиры, практически любую, кроме там некоторых определенных, там, Джай, он покрепче будет, Блэк покрепче будет. Попробуйте Уайт, вот, Уайт. это сатировская аромка, такая же крепость, идентичная. Он, кстати, яркий, он очень такой десертный даже, я бы сказал. Когда делаю всякие вымочки, листа в алкоголе, ты чувствуешь это? Конечно, конечно, это сильно влияет на варку, собственно, то, чем мы занимаемся. Мы частенько варим в разном алкоголе, но это сильно влияет и на крепость, причем, листа влияет. То есть, мы возьмем один тот же лист, просто его сварим, он будет крепкий, сварим его в каком-нибудь 40 градусном алкоголе, там крепость просядет. А, то есть, он спирт убивает, никотин, что-то типа того. Ну, типа в этом духе. И плюс ТХ пропадает у некоторых листов. То есть, если мы возьмем тот же итальянский берляк высокогорный, который, он жесткий, сам по себе лист жесткий, сварим его в вискаре, он будет мягкий. И на протяжении всего покора чувствуется алкоголь или он быстро умеет? Нет, нет, нет. Сам алкоголь чувствуется первые пять тяг, условно говоря, дальше все. О, вот теперь понятнее, это то, о чем я примерно говорю, потому что сложно, вот кто раскурил кольят, тот и почувствовал, потом уже реально его сложно уловить. Дальше нет, дальше только отзвуки какие-то от этого алкоголя, то есть, если это бурбон, ты будешь на протяжении практически всего покора чувствовать вот этот кукурузный привкус такой легкий. Если ты знаешь, что такое бурбон и какой у него привкус. А так ты будешь просто какой-то привкус параллельно чувствовать. Да, да, есть такой момент. Нужно еще вживую попробовать. Но есть, опять же, если возвращаться к Трофиму, у них Финляндия ванила, которая условно без аромка, потому что это табак, сваренный на финской ванильной водке. Я не могу отнести его четко к без аромке по той простой причине, потому что в финской ванильной водке там есть аромка в самой НИИ. И эта ванильная аромка она легла на сам лист при варке. И поэтому вот этот привкус ванили, он прям яркий. Но это не более. Так, бью в касание 80% чаш, ХЗ насчет ТХ. Правда, сложно, в отступ сложнее курить сейчас. То есть, Хукадона пишет ему наоборот, в отступ больше ТХ, чем в касании. А разве технологию не нарушает варка в алкоголе? Разве это разрешено? Что-то похоже на неправду? В смысле? Ну, технологию нарушает в каком плане? Вот я сам вопрос не совсем понял. Распиши его подробнее. Так, Ягер Сатировский тоже не крепкий. Можно алкоголь в колбу добавить? Нельзя алкоголь в колбу добавлять. Давайте начнем с этого. Именно нельзя или нежелательно? Я бы сказал, нельзя. Прям вот нельзя. Потому что мы все равно цепляем эти молекулы алкоголя оттуда, протягивая. И они попадают не в слизистую, в рот, в кишечник, в желудок. Они попадают в легкие, а им там делать нечего абсолютно. Ну, зачем? Это вредно для организма. Банально. Более того, добавлять что-то в колбу, это вообще, ну, это, я не знаю, развод на бабки в дорогих заведениях. Если мы нальем туда что-то яркое, зачем? Положите это же яркое в чашку и будет вкусно. Ты, например, тоже мои слова практически пересказал. Так, у сатира хорошая безоромка? Да. Какое-то отношение к Адаме и Еве? Там как раз градация крепости есть. Адам и Ева, честно, я на позапрошлом, по-моему, Хакеша, я у них взял всю линейку, все прокурил. У них, по факту, друг от друга у них отличаются два, Адамс Дримс и вот второй, я не помню, остальные, они одинаковые, они никакие. Ну и плюс это трубочный табак. Типа даже восьмерка, девятка, десятка, у них девятка максималка, да, по-моему. А это не крепость, по-моему, это просто номера. Это номера крепости. Разве? Я вообще там разница ни в крепости, ни во вкусе не помню. Не, ну я помню, что восьмерка меня прям накуривала сильнее, чем девятка и прям вот реально начиная с пятерки ты уже чувствуешь крепость один и два прям мягенькая, лайтовая такая безоромка. Что-то не один. По мне, так честно, вот все лучшее, что они сделали, это подарили мне белые носки с надписью безоромка. Не, ну я помню, что у них прям какие-то цифры были вкусные. Я уже не вспомню, они реально Адам Стримс вот точно он был вкусный. Но и плюс, опять же, стоит помнить тот нюанс, что это трубочный табак. Это не сигар. Мы сейчас вот реально разницу в этот разгоним. Безоромки могут делаться на каких листах? Самые популярные? На обычном и на сигарном. Сигарные считаются типа уже и подороже, поблагороднее? Ну они дороже, просто сам лист дороже. По большому счету, что такое сигарный лист? Деферментированный специфическим образом любой лист, он становится сигарным. Ну, условно. Опять же, там можно задушнить, но не нужно. Этого достаточно. Он, у него процесс ферментации сильно дольше, чем у обычного листа. То есть, там цикл производства дольше. Поэтому он и дороже. Но он и насыщается другими ферментами, условно, в процессе брожения, в процессе ферментации. И он более насыщен вкусами. Ферментация, это когда у тебя, вот образно говоря, есть лист на кусту, его сорвали, сначала просто подсушили, потом его в чем-то вымачивают дают ему постоянно. Его сушат, но тут тоже есть вопрос, как его сушат. Иногда его коптят и появляются что-то типа кентучей, которые там над огнем сушат. Это какие-то там сараи, образно говоря, где немножко снизу что-то жгут, идет дым от того, что жгут, и оно потом. Он коптится, и он потом обладает своим вот этим привкусом. Дальше листы эти складывают, смачивают, складывают в пилоны и оставляют на месяц-два лежать в определенной влажности. И у них, насколько я читал, то есть здания, именно где ферментируется табак, они расположены четко по ходу движения солнца, чтобы температура в помещении не сильно менялась. То есть они никак не под углом, они четко по ходу солнца. Солнце ходит над ними вот так. И температура там нет. Там до такого заморочек. По сути, можно и искусственно создать какое-то помещение, где будет одна температура. Солнце прямыми лучами никак на лист не попадает? Нет. Он ферментируется в помещении. А что не дает лишь так в отображении? Почему листы не гниют, не преют? То есть туда что-то присыпает, добавляет или в листе есть что-то, что не дает им? В листе свои ферменты есть. Ну, типа, если мы образно возьмем какие-то липовые листья или яблочные листья, то чуть-чуть влаги добавим, они сгниют. То это перегной будет, который потом можно удобрять что-нибудь. Но табачный лист не гниет, да? Нет. Но там сахаров очень много. Да, сахаратоконсервант. Они не дают ему гнить. Сам лист табачный по содержанию сахара он там очень прям сахаристый. технологии точно хочет? Давай его аккуратно запустить. Ты стань ему здесь дорогу перекрощи, Панхельяна снялся, я его пробую сюда загнаю. Сейчас Кракен захочет. Выпускай ты Кракена. Привет, Малыч. Малыч. Не ложись. Ложись. Замер очень бедолага. Хорошо. Привет, привет, привет. Ты мокрый, там дождь идет. дождь бедолага. Лежи. Ты в эфир хочешь что ли? Эй! Понятно. Я предупрежал. Все, лежи, лежи. Лежи. Ну тоже ничего, я же здесь скажу. Твое отношение к забивке без аромки на фрукте? Я вообще не вижу смысла бить на фруктах. Хоть аромка, хоть без аромка. Хоть аромку, хоть без аромку. Вы забиваете на фрукте, единственная разница фрукта от чаши это то, что фрукт практически невозможно сжечь. Все. Плюс 90% без аромок вы на фрукте просто не догреете. Кстати, да, есть такой момент. У вас классическая чаша, она принимает участие в температурном режиме, она сама нагревается и определенную температуру там держит. Остальную уже добавляет. Большую часть без аромок вы даже на колодке на обычной чаши не догреете. Пример какой-нибудь приведи, что вообще нежелательно курить на колодке и на... Сигарные. Вы их не догреете на колодке. То есть, они требуют прям повышенной температуры, чтобы раскрыться так, как хотел производить. Так, мы еще чуть позже подойдем к теме того, что ты готовишь свой продукт, он будет исключительно без аромкой. Мы к этому подойдем. Нужно немножко чатик разогнать. Самый крепкий табак в кальяной индустрии? Был. Наверное. Был Welcome to Hell. Сейчас это, скорее всего, Welcome to Hell это Трофимовский. А, он просто перенавался? Нет, это Трофимов. Это у них была отдельная неаромка. Отдельная неаромка называлась она Welcome to Hell. Это вот многие там вспоминают видео с трехой. Добро пожаловать в ад. Она в три раза крепче, чем Месть Королевы Анны. Ну, это прям погибель. Это прям пипец. Это все. Это даже меня ушатывает там с трех тяг прямо разматывали. Почему убрали? Нет, там лист специфический вопрос. Физически его не было больше. А сейчас из актуального? Сейчас из актуального я полагаю, что самый крепкий это Трофимовский террор линейка. Но тут надо помнить, что она достаточно жесткая. Он щелочной и жесткий. А из нежестких Месть Королевы Анны по-прежнему. И никотина много и еще давят при покоре. Правильно? Жесткость? Жесткость по горлу бьет прям сильно. Прямо скребет жестко. А из мягких но достаточно крепких Месть Королевы Анны. Экскалибру он ниже по крепости по моим ощущениям. А Месть Королевы Анны она мягенькая приятненькая такая. А вот Танж, самую крепкую линейку с чем бы ты сопоставил? Танж. Ну вот опять же мы с трех когда снимались Танж Афлайн был самый легкий из того, что я принял. То есть Танж уже не андеграунд. Он работал я думаю что поначалу когда у нас кроме Танжа ничего не было и Танж появился мы такие о что так можно было что ли? А мы курили только Альфача Дали Щербет всякие восточные табаки которые ультралегкие потом появляется Танж Здрасте Отстань Вот ты конечно нашел кореша себе блять по душе Как мы черные обуви Это потому что я черный? Ты говори иди сзади сзади Так что вы у нас что-то по-на-ли Так эй успокойся замахал внимание эфира хочет Сколько задержка стоит? Задержка чего? Секунд 15 Мне нравится реклама джем в углу разговор про заромки сигар Уши горят отметь королевы Анны Добрый день господа Влад Салют Все-таки Италия крепче или террор? Италия террор это плюс-минус одно и то же Ну плюс-минус ориентировочно это одинаково Блин Я вот если честно в Трофиме вообще плаваю я его курил только в журавлях в Питере от кальянчика и он что-то прям легенькое забивал Так, теска, ты помятый, не бодрый Я проснулся перед эфиром за часик где-то еле один успел тут к себе собрать Так, я сильно крепко тоже люблю курить но к этому нужно дойти Еще следующий вопрос следом нужно ли? Потому что если тебя накурил Зачем? Да, да Радуйся тому, что есть Потому что К чему стремиться? То есть нет такого Ну я вернемся ко мне Например Я курю крепко Потому что так сложились обстоятельства Я к этому не шел целенаправленно Тебе же льстит Когда за тебя говорят Чувак, который курит Крепыши Тут скорее льстит Про то, что То, что про меня говорят Что про меня говорят Вообще не важно Это какая-то Рокерская позиция Неплохо Когда тебе вообще Прицепить Что-то хотя бы говорят Ну хотя бы что-то Вообще А так Ну да Курю крепко И все Как бы не более Вот философия вообще рока Вот этой вот Свободы Отбитость Отбитость И насколько она плотна В твоей жизни Вот именно Философия Твоей жизни Есть ли какие-то Законы Там Морали Которые тебе Не нравятся Ты на них Болу кладешь Или ты все-таки Обычный Социально адаптированный Человек Или что От тебя Кроме музыки Рокерского В тебе Да По большому счету Внешний вид И музыка И Некоторые Жизненные Позиции Так скажем Я как раз Про жизненные Позиции Которые Отличают От человека Который Обычный Среднестатистический Что в тебе Основная Жизненная Позиция Я бы Думаю Сказал Мне абсолютно По барабану Что про меня Думают Я поэтому Выгляжу Как я хочу Вот Как мне нравится Мне настолько Плевать Что от меня Хотят Я не буду Надевать Костюм Ради того Чтобы Прийти Произвести Впечатление Мне нафиг Не надо Я не буду Убирать Ирокез Чтобы выглядеть Как-то Более Прилично Потому что Скажут У тебя же Трое Детей Ты отец Как ты Выглядишь Да на Имел я Все это Ввиду Я как Хочу Так и Выгляжу Это Мое Личное Дело Не надо Ко мне Лезть Москва Тебе В этом Плане Помогает То что Здесь Реально Практически Пофиг Всем Внешнюю Составляющую Человека Я бы Сказал Что Это Не так Давно Началось Скорее Более По барабану В Питере В Москве Не так По барабану До сих пор Так Давай Начнем Тебе Сейчас Сколько лет 35 Ты постарше Будешь На 4 года Я уже Забыл Что ли 32 На 3 В каком Возрасте Ты начал Внешку Прям Менять Активно Татухи Тоннели Тоннели Были Да И вообще Все Смешка Ты начал Активно Менять В каком Возрасте В школе Где-то В старших Классах Где-то В классе В 10 Наверное Я первую Татуировку Свою Я набил 16 лет Мне Вообще Это моя бабушка Уговорила Мою маму Мне разрешить А Так Бабушка В теме Бабушка У меня Она Да Такая Она Прям Я в принципе Походу Отбитый Немножко В нее Она Там Мне Рассказывали Про нее В юношестве Это Прям Чума Слушай А вот Возраст Когда ты Начал Ударяться Не знаю Как это назвать В рок Такую Внешность Тогда Какая Субкультура Была Популярна Да Я Вырос На роке В принципе Но Эмо Был Но Они Мимо Меня Как-то Прошли Они Были Параллельно Со мной Ну Есть И Есть Как бы И Черт Как Вы Реагировали Там Преподы В школе Учителя Директора Не Зна Там Пацаны Не Пацаны В школе Я Мне Приходилось Выглядеть Хорошо И Правильно Потому Что Мама Была Директором Школы И Поэтому У меня Как И Относились Директора У меня В Десятом Классе По-моему Я Был Проколотый Весь У меня Было 8 Дырок В правом Ухе 6 В левом 2 Дырки В брови 3 В губе Да В языке Было И Я Когда Приходил В школу Я Издевательство Потому Что Ввели Школьную Форму Я Единственный Дебил Который Ходил В этой Школьной Форме Все Потому Что мама Директор Вот Кстати Реально Были Определенные Субкультуры Которых Задирали Вот Были Типа Пацаны С района Которые Не любили Нетипично Вне Внешне Выглядящих Людей Но Наверное Вот Такой Внешний Вид К нему Не особо Хочется Зацепиться Ты Какой-то Потенциально Опасный Человек Выглядишь Тебя это Коснулось Как-то Что Тебя За внешку Пытались Притянуть Ну У меня Был Один Раз Конфликт Как-то Там Даже До драки Дошло К сожалению Там Ребята Я не знаю Видимо По пьяной Лавочке Они решили Поинтересоваться По поводу Моей сексуальной Ориентации Если Дословно Ну У них Из-за Сережек А То есть Татух Еще не особо Много Было Нет Они Это Недавно Было Год Назад Я Сидел Никого Не трогал Трое Ребят Решили Поинтересоваться Не люблю Ли я Мальчиков На что Я спросил Ты Хочешь Сойти Со мной Ну Они Там Другим Языком Спрашивали Но Мы В эфире Все Не будем Говорить Такие Слова На Ютубе Можно Да Скоро Я Просто Дословно Расскажу Потому Что Они Подошли Спросили Не Педик Ли Я Часом Я Был Немножечко Выпимш Что Странное Вот Такая Внешность Она Максимально Мужицкая Да Я Еще В косухе Сидел Я Не вызываю Желание Докопаться Особенно Безнаказанно На что Я В общем То Стал Задал Вопрос Тебя Тракнуть Мой Хороший Немножечко Немножечко Вот Вопрос Отпали Нет Там Прилетел Удар В Скулу А тебе Втащили Мне Да Ну там Самый Мелкий Самый Задиристый Но Все Там Решились Нормально Ну бывали Бывали Даже Сейчас Умудряются Но это Отбитые Ребята Какие-то Странные Так В целом В детстве В юношестве Не особо Бывали Гопники Которые Там Пытались Что-то Задать Какие-нибудь Вопросы Но Нет Странно Мне кажется Гопники Это просто Шарахаться У меня Внешность Типа Сильно Поскромнее У меня Еще и Волос Длинный Еще и Крашеный Типа Ко мне Должны У меня Тоже Были Длинные Волосы Крашеные Черные А Ты В брюне Так Красился Но У меня Темные Они Вот Такого Цвета А я Был Черный У меня Были Длинные Черные Волосы Длинные По Плечо Вот Так Заглянем В чатик Привет Скажите Пожалуйста Что Крепче Дафт Стронг Или Блэкберн Овердос Блин Хороший Вопрос Стронг Дафт Специфически Курица В нем Какая-то Горечь Присутствует Вот Он Не мягко Некомфортно Курица Если Блэкберн Он Поддавливает И как будто Блистом Поддавливает То Дафт Он С какой-то Своеобразной Горечью Что-то В нем Неприятненькое Во вкусе Есть Но Мне кажется Где-то Плюс-минус Они в одном Уровне Крепости И Дафт Стронг Меня Может Поднакурить И Овердос Блэкберн У тебя Наверное Ничего Из этого Трех Не накуривает Ну Я Дафт Вообще Не произношу После Коллабы С Моргеном Ааа Так ты Из этих Поподробнее Чем Тебе Эта Всяя История Не угодила Что Для тебя Была Эта Коллаба Это Какое-то Унижение Индустрии Или Что На мой Взгляд Да То есть Когда Вышла Эта Коллаба И Я Просто Сгреб Весь Дафт С полки В мусорку Выбросил Сфотографировал И Роме Отправил Молодец Классный Коллаб Потому что Я Не буду Давать Своим Гостям Продукт Класть В чашку Которую Позиционирует Себя Как Отведайте Реального Говна Ну Я Не буду Я уважаю Своих Гостей Я Не буду Им Это Дерьмо Давать Зачем Так Ладно Это Позиция Мы Услышали Отдельно Личность Моргенштерна Отдельно Дафт Что-то Заняло Морген Маргинальная Личность Которые Это Деградация Музыка Деградация То есть Мне Включили Один раз Вот это Тыры Тытытытытытытыты По соседям Класс Отлично Вообще Супер Блин Отлично И после этого Скажешь Что я Деградант Переведите Половину Песен Слепнота Это Все Про Любовь Про Возвышенное А здесь Ну Это Ужас Какой-то Это Дети Слушают Благо Мои Не Слушают Так Еще Ну Позисы Приняли Это Что касается Музыки А Морген Как Маркетолог Шоумен Отдельно Мне Жалко Я Слышал Его На концерте На Хакаша Краем Уха У него Прекрасный Экстрим Вокал Это Мог бы Быть Честно Говоря Русский Мэрлин Мэнсон С его Вокалом Но Он Ушел В эту Степь Зарабатывания Денег На Деградации Молодежи Вообще Никак Ну Потому Что Это Ужас Какой-то Хватит С нас Тик Ток Которые Меня В Тик Токе Заблокировали Через 15 После Установки Приложения Потому Что Видим Ну Понимаешь За Аватарку С кальяном Все То есть Курить Кальян Нельзя А Ссать В штаны В прямом Эфире Можно Класс Вообще Ну Что Это Это Деградация Интересная Позиция Прям Такая Как Ее Обозвать Остра Однобокая Вот То есть Ты вообще Не готов Попробовать Пересмотреть И понять Другую Сторону Типа Почему Какие там Плюсы Нет Какие Плюсы Там Это Зарабатывание На Тупорывости И все Не более И что Что в этом Хоро Это Не предмет Спора Потому Что Это Реально Образ Граф Кусовщины Лично Дело Каждого Я бы Вот Прям Если Разложить Ну Тоже Своем Нем Ставлю Разложить Все Отдельно Как Личность Морген Как Человек Шоумен Который Вроде Бо Сам Себя Двигать Вроде Бо Не Проект Это Круто Отдельно Музыка У нее Есть Реально Качевая Я Супер Меломан У меня Что Только Не В Плалисте Что Касая Ну Типа За музыку Окей Я понимаю Людей Кому Это Может Нарвиться И Мне Некоторые Что Касается Калабы Да Это Момент Был Неприятный Типа Отведайте Дерьма И Вся Эта Баночка Но Как Маркетинг Как То Что Это Ошумело Как То Что Мы Даже Сейчас Об Этому Говорим То Что Они Цели Как Заложили Это Получилось Как К этому Относиться Это Отдельная История Ну Я К Сомнительного Продукта За 666 Рублей Ну Серьезно Блин Придумайте Под Эту Историю Что Это Какой Там Я Не Знаю Сигарная Хрень Еще Что Нибудь Все Никто Не Поймет Но И Можно Было Но Когда Вы Продаете 20 Грамм Довта В Баночке Из-под Анализов Дороже Чем ВТО Серьезно Нельзя Отнять То Что Это Сработало Все Что У них Хотел Это Его Слюни У меня Волосы Слиплись Я Понял Что Так Давай Ка Этот Мы Между Делом Забьем Что Покрепче Потому Что Мы Сейчас Курили Это Было Мягенько Это Было Вкусно Но Это Было Вообще Некрепко Давай Это Был Вуларсен Это Трубочный Табак Вкусно Вот Реально Вкусно Вот Люди Которые По Вкусно Или По Вкусу Вот И По Вкусу Вкусно И По Сути Реально Хорошо Мне Понравилось Я Был То Что Ты Только Что Назвал Я Был Рекомендовал Людям Которые Хотят Привлечь Безаромки Это Уровня Ниже Среднего Было По Крепости Ну По Моим Ощущениям Типа Blackbird Мне Накуривает Больше Чем Ну Да Чашечку Какую Ты Закажешь Скразу Скажи За глазурь Не глазурь Не глазурь Стоя Моточная Все равно Да Объем Загрузки Да Безразницы На эту Можно Поменьше У тебя Космобол Есть? Нет Кстати А Турочка Какая Безразницы А как Ты Вообще Относишься К Внутреннему Объему Чаши Типа Убивашка С центральным Отверстием Без Центрального С Коментишь Давай Знаешь Как мы Сделаем По-другому Я тебе Сейчас Дам Меню Чаш Ты Будешь Ее Показывать В кадре И Своё Мнение Говорит Вот Это Хороша Те Вот Это Плохо Те Можно Принцип Бренды Даже Не Называть Мы Сейчас Делаем Двухкамерку Вот Видно Будет Лисой Все Вот На Мы Покурим Я Давно Хотел Славе Это Сам Я Чет Никак До Нее Добраться Не Мог Хотел Заказать Ух Те Маленькая Загрузка Ничего Себе Я Даже Не Знал Чаша Со Скосами Которая Конус Стремится Чаша Убивашка Прямые Прямые Сенки Есть Есть Здесь Будет Крепче Потому Что У тебя Больше Во-первых Табака И он Прогревается У тебя Равномерно То есть Больше Объем У тебя За счет Вот этот Угол Если Его Вырезать Он Как раз Добавляет Прогретость И прогревается Еще Бокам Естественно Больше То есть Если У тебя При всех Прочих Равных И ты Хочешь Покурить Покрепче Выбирай Чашу Без Каких Либо Скосов Что Убиваш Ну Да Но Ты Чуть Покрепче Покуришь Потому Что В принципе Больше Крепости Чем Есть В Табаке Ты Не Выжмешь Но Единственное Ее Можно Взять Чуть Агрессивнее То есть На Убиваш Эта Же Крепость Она Вылезет Агрессивнее И Быстрее Чаши Без Центрального Отверстия Это Под Аромки Все Таки Я считаю Что Нежелательно Курить Без Аромку Да Нет Можно Но Просто Они На мой взгляд Созданы Больше И Она У Тебя Дает Вкус Дольше Чем Если У Тебя Будет Центральное Отверстие Так А Без Аромки Вкуса Дольше Не Будет Нет У Тебя Вкус Не В Сиропе А В Листе Это Кстати Да Хороший Для Понимания Момент Потому Что Вкус У нас И Там И Там Содержится И Даже Когда Аромку В Лист Загоняет Она Тоже По Разному Да Вот На Этой Штуке Аромка Будет Куриться Очень Долго И Аромку Отдавать Долго Что Типа Классики О Ну Это УПГ Прекрасная Торовская УПГ Торовская УПГ Я Не знаю Это обидно Это Торовская Чашка Я Не знаю Вот Хорошая Чашка Ничего Плохого Сказать Не могу Но Сказки Про То Что Она Не Разбивается Это Сказки Бьется Сток В путь Ну Если Ты Шлема Разбиваешь Мотоциклет Чашу Расхерач Это Что-то Немножко Сироп И стоит Мы Рассмотреть Не будем Вот Из Этого Всего Несмотря На То Что Ты Настроен Был Славную Чашу Пробовать Из Получается Верхнего Ряда Без Центральными Отверстиями Что Бо Ты Реально Выбрал Под То Что Мы Сейчас Будем Забивать Вот Это Что Ближе Классике Но Ты Просто Хочешь Славную Чашу Попробовать Потом На ней Покурим Да Просто Хочу И Потому Что Вот Это Я Честно Я Забыл Что Я С С Ляжет Мне Даже Интересно Так Все Мы Вначале Стрима Показывали Как Грамотно Оторвать Фольгу На Трое Стола Больше Фольги В Конфейер Вводит Так Давайте Оценим Что У нас Тут По Запаху Выглядит Благородно Отчетливый Лист Не Утопленный В Сиропе Нет Руха Какая-то Мелко Нарезанная Здесь Реально Когда-то Берем Вручную Потому Реже Девчатые Чем Обычную Резу Ножем Ножницами Ножем Пахнет Берляком Пахнет Но Именно В запахе Непосредственно Самого Листа Еще Не Забитого Неприпакурия Пока Что Оттенка Никаких Несу Здесь Ни Вымочки Никакой Не Блоды На Запах Именно Самого Табака Можно Определить Только Вымочку Условно Говоря И Копченые Листы Потому Что Он Пахнет Копченым С пачки Может Пахнуть Колбасой Кажется Что Гаструху Куричка Леху Вы утвердили В сериал Викинге Легко Леха Красавчик Музику Надо Слушать А не Смотреть Есть Веселей Момент Я С такой Прической Хожу Еще Я не знал Про сериал Викинги Мне Долго Говорили Про Рагнара Я Не мог Понять Кто Такой Рагнар И Мне Пришлось Посмотреть Этот Сериал Меня Затянуло И Более Того У меня Младшего Сына Зовут Ивар Нифига Нифига Давай Ко Свои действия На камеру Показывай И Желательно Комментируй Ты Сначала Прям Максимально Воздушно Вложил Сейчас Вминаешь Да И Чуть Вминаю Но Здесь Нарезка Достаточно Крупная Поэтому Здесь Можно Хоть Рукой Вдавливать Он Все равно Поднимется Расправятся Листы И Тяга Будет Она Не Запорится Я Не знаю Сколько Мы Будем Прогревать Потому Что Стенки Толстые Черт Слав Я Любя Также Четыре Долгия Ставим Да Я Боюсь Что Мы На Четыре Будем Прогревать Смотри Какие Стенки Стенки Массивные Согласен Но Я Погружаю Хуже Сложнее Раскрытие Да Нет Она Это Скорее На В целом По Куре Будет Отражаться Потому Что У Тебя Дольше Будет Прогреваться Будет Отдавать Когда Ты Их Догреешь Особенно Фольгой Потому Фольга У Тебя Будет Здесь Догревать Оно Будет Плотнее Прогревать Смесь Саму За счет Прогрева Вот Этих Толстых Стенок Они Не Так Будут Быстро Остывать Так Привет Из Тайга Канули Это Да Это Наши Все Слышишь Это Ты Тоже Да Смотришь Что Овлагает А что Именно Звук Видео Что Именно Лагает Задержка Останавливается Кутинка Потом Прогревает Серьез Потому Что Диаметр Вышло Самый Поменьше Ну Да Ну Ладно Все Мы тогда Попробуем Отрубить Может Быть Есть Реально Виде Сверху Так Я Не могу Слушать Моргенштерна Ну Да Это Момент Такой Вкусовщина Вкусовщина Мне год назад Коя кто пытался Рассказать Кто такой Моргенштерн Тогда По пьяни Я прониклась Но Полюбить Так и не смогла Это Кто то Это Был Рида Блин Морген Это Такая Тема Друзья Есть Которые Мы Гоняем С ночевками На Природу И Всегда Нужно Полночи Костры Жгем Что Обсуждаем Музыка Какая Играет Надо О чем То Говорить У нас Три Предмета Спора Это Моргенштерн Путин И Декатлон Спортмастер Где Затариваться Снарягой Нормального Сравнения Так Из-за Дождя Может Ну Блин Вообще Это С провайдером Мне кажется Какие-то Косяки Сейчас Арена В реальном Времени Вруби Не Вруби В реальном Времени У тебя Серый Стрим Сейчас Нажми Чтоб У тебя Сейчас Вид Сверху Нет Этот Включи Этот Нет В эфире В эфире У тебя Серый Значок Нажми На Точку В эфире Вот Чтоб Он Красный Был В эфир Что происходит Вообще Битрей 20000 Я так крепко Забил Просто Камера Начала Оооо Все 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 Давайте Я не буду Это Снимать Вообще Давайте Не будем Это Смотреть Видео Поток Что происходит Ну Должен Тормозить У меня 25 FPS CPU Там 6,5% Загружен Ну Нормально Что ты сейчас Сказал Ты Кстати Как часто Куришь На одном Кальяне меняю только чашу ну зависимости от очень курю если копченый покурил то каждый раз меняем воду именно и мой скале да так ну два-три раз можно курить точно что-то ты знаешь насчет того атмосферное давление влажность воздуха в помещении как лет на курение кальяна есть я знаю что влияет но как я точно сказать не могу знаю что влияет однозначно влияет в разных заведениях с разными вытяжками разной влажностью будет курится по-разному на природе и на и в заведении разные эти самые одни и те же табаки будут куриться по-разному одни и те же угли будут работать по-разному это прям вот стопроцентный факт кстати к вопросу угля тирекс который в заведении работал почему-то неплохо на природе я еле-еле догрел чашку за 20 минут по настройкам не все-таки видимо провайдер тупит дос атака моргена мне кажется просто слово путин сказал в эфире все и пипец и к нам подключилась пару майоров к нам и чуть-чуть чуть-чуть и чё сказали так что у нас еще можно жрать интернет сейчас быстренько сделаю чуть-чуть я быстро спид тест проверну да у нас проводное соединение все блин вроде бы четко но там уверенно и вот что-то удовольствие с провайдером сейчас могу битрейт попробовать понизить может быть это как-то повлияет видео давайте вместо 30000 поставим 20000 батареи окей вот чуть-чуть я понизил ряд посмотрим мне скорость 194 блин странно по ходу дела не в самой скорости в этом в тупи же морген пропагандирует запрещенные вещества синтетические не круто вот на стройках эфира малая задержка стоит а все должно быть нормально и вас увидели не нужен когда куришь только без аромки да я же говорил милосуловитель это из чистой эстетика то есть не более просто что он делает он не дает воде подкрашиваться от сиропа все больше ничего по сути охренеть и нас этот 30 килобит разогнала скорость но почему-то красным показывают странно почему я уже до 20000 понизил это что-то логики то с интернетом ладно миласка сейчас норм идет забью еще кальян и из-за крепости видео помогает так из-за дождя может быть так но в этот хотя бы скажите все уже отлагало и нормально все может реально не хватало битрейта на вид сверху там есть момент когда начинаются динамические сцены картинка в картинке то битрейт должен повышаться так лёха чашку на салфетку ставит это респект нахрен резинки с резинкой ощущениями фраза золотых цитат ладно пока мы с лагами разобрались пока ждем угли давай вернемся к производству твоего собственного продукта изначально идея почему пришла тебе чего-то не хватало на рынке ты хочешь часть пирога ты видишь в этом перспективу и будущее то что без аромки сейчас очень плотно выйдут в рынок и хотелось бы на этом заработать цель мотивация твоя сделать свой продукт либо это просто по кайфу тем какая-то быть по кайфу по кайфу и я не хочу его выводить ранг именно не крафтового табака то есть чтобы он был именно крафту то есть четко проверяется каждая партия чтобы не было лагов то есть допустим пришла новая партия табака а он никакой а был вкусный вот чтоб такого не было то есть исключительно все четко проверено маленькие объемы не не никаких вот этих вот объемов там многомиллиардных конвейерное производство и вот больший доход это дать автора степенья нежели да да я лучше дам качественный продукт потому что отвечать будут собственной физиономии и как бы запоминаем дату эфира 30 апреля посмотрим как у тебя пойдут дела дальше сатир вышел из крафтовости они как бы и на слуху и заинтересованы мне кажется достаточно максимально под заработать если я буду выходить из крафтовости это будет отдельный бренд но на наработках на базах и всего того что ты сделали ну да просто на конвейерном производстве понимаешь меня подозрение то есть вот с тем что происходит с лагающими партиями у некоторых производителей не будем говорить о каких конкретно но практически у всех такое бывало когда у тебя конвейер у тебя идет поток заказов поток вот этого вот производства табака тебе приходят партии они сразу варятся сразу продаются и у нету времени и нету никто таких действий просто очевидение совершает из пришла партия табака не варят маленькую часть чтобы попробовать что он такое так ли он работает чтобы потом запускать серию всю партию которая пришла поэтому ее сварили получилось не получилось выясним потом по отзыву но это как бы понятно на потоке да такое можно но я хочу как раз от этого уйти чтобы люди если покупают они знают что они получат конкретно и четко то есть если они купили там какую-нибудь мою сигару условно говоря они знают что она сегодня это она сигара на завтра это она через месяц это она через год это она же тот же самый вкус все те же самые нервы тут же все равно составляющих дофига что может повлиять те может лист немножко отличающийся как-то даже прийти но значит не будет этого вкуса куда-то в день и что что-то закупил лимитку в лимитку как-то сварим так чтобы это было интересно и тогда не бывает прям безвкусных лист или листьев прям безвкусных бывают не те бывают крепость не то потому что это все-таки но это условное растениеводство там сегодня в этом сезоне у нас было две недели дождей в следующем сезоне у нас не было дождей вообще винограда да он сорт один тот же район один и тот же но в каком-то году может быть и так себе вино если был собран до в другом типа лучших те кто супер упор отошарят они прям могут еще там сезон и все что-то ну поэт поэтому тоже условно говоря шатоды потенцак вино французское это с винодельни потенцака но девятого года самое ценное но дороже чем вино седьмого года в девятом году был самый фигня офигенный урожай солнце там влажность но видимо что-то как-то там у них сошлось вот эти звезды сошлись там кто-то молодые девственницы были действительно молодыми они все это собрали так ладно к твоему продукту возвращаемся на соответствие от обратного пойти получается все бренды которые конвейерные поточные имеет важные партии или все-таки есть бренды которые даже будучи абсолютно да все лагают когда у тебя большое производство невозможно не не лажануть глобально не ошибается тот кто ничего не делает но когда у тебя большое производство шансов что где-то будет какой-то косяк их очень много ладно тогда сейчас спросим просто отпишите те кто прям уверен что он уже много лет какой-то один бренд курит и ему вроде бы максимально все стабильно попадается крафтовость после какого объема табак перестает быть крафтовым насколько ты там образно говоря месяц планируешь выпускать уже готового продукта проваренного году на мой взгляд он перестает быть крафтовым когда отпадает элемент вот этой вот маленькой варки для того чтобы понять что тебе приехал а что есть маленькая варка ну на себя там сварил условно говоря там 300 грамм себе сварил просто прокурить попробовать как она работает что это такое у тебя получилось вот именно определенной партию табака ты прям сам полностью все хочешь варить или ты будешь подтягивать людей например не у меня есть человек мой друг который спец именно в самой варки именно вот по температурам все вот эти вот нюансики это мультиварка или в какую сторону мешать ну котлы естественно то есть мультиварка это все-таки но это совсем домашние это прям ультра лимитки таких на вечер покурить мультиварки это когда кто-то не досмотрел и забрал у меня остатки логовулина и на нем сварил табак не успел его выпить просто вот это ультра лимитка так но ты все равно любом случае когда я все это делаю ты же уже тестировал такие товарки пробное дело тебе уже нравится курили а мы перед этим курили твой продукт да так это мы варили а сейчас ты просто какие-то названия используешь уже готовые я думал где-то какой-то продукт если какие-то линейки трассе так ладно тогда уже получается есть название есть название линеек нет еще а то есть само-само название ничего не придумал нет на прямом же варианта где то есть да нет еще много раз думал и много раз передумал назови хотя бы те версии которые ты сам исключил слушай я хотел оттолкнуться от названия своих кальянных руки клаус но я и честно говоря от название кальянных сейчас таких хочу уходить потому что у нас есть проблемы с английским языком у населения как ток не произносили название руки клаус самое стрёмное ротски славу да нет это еще понятные люди пишут в поисковике ротски славу ци найти не могут а я не предполагал что такое будут искать дальше это за морген разгоняется лаги блин таталаги это все беда я помню историю когда я снимал дом в питере в на озерках мне все близко нравилось кроме того что там беда с интернетом я тупо съехал человек меняет место жительства за интернетом просто куда интернет туда и он еще раз до гору говорят устал по колесу бегать и вырабатывать интернет провайдер до гор вы на каком провайдере до гор нетворк стараюсь пробовать новинки у разных производителей на чем-то конкретном одном не сижу курил вчера спектрум банан до этого не курил его полгода вкус изменился не то пальто майнкрафт кальян слушай но звук хотя бы не тупит я бы звук может потом подгрузиться я просто нормально расставил пойдет полчаса вас будет двое да и если они если а когда спрос превысит вашу возможность производить что ты будешь делать будут ограниченные партии четкие ограниченные партии то есть он прям будут очереди сложность приобрести твой продукт ну почему очереди сложность давайте посмотрим на догму которая выкатывает лимитку и она распродается за две минуты на этом плане что ну да вот кто-то успел купить а те которые хотели но не успели которые пришли на третьей минуте 0 но а зачем я я лучше не продам ничего чем продам им какую-то лажу ну то есть все таки ты склоняешься к тому что ты не будешь подтягивать там третьего человека не будешь докупать котлы вот вы сколько вдвоем успеваете сделать столько не не то что успеваем сколько у нас есть определенного сырья откатанного которое конкретно работает правильно и мы знаем как она курится и что это точно будет вот именно тот вкус который мы планируем вот сколько его есть только мы свалим если у нас будет другое сырье которое уже не дает такой вкус это либо это будет другой продукт но это не будет тем же самым то есть это не будет продаваться как там я не знаю ребята вы получите такой же вкус если поставить его на батарею многие знают в какую сторону я плюнулся в чей огородка так на как табаку фрегат относится стоит ли добавлять без аромкам или он только для аромок фрегат сам по себе сам по себе фрегат он портит вкус потому что он дает откровенный сигаретный привкус если он нужен в миксе можно добавить если он нужен то так в принципе ну возьмите бонг бахните просто размажьте себя резким никотиновым ударом и вот вам и весь фрегат мы его через водный курили тоже неплохо а как повышение крепости чтобы ты использовал без аромки какой этот это что даже шуровать можно но ты уровня фрегата примерно вот образа горя но и вот конечно в сухую присыпает он очень мало объема занимает если ты будешь без ромку дарить она уже как табак она уже влажно на больше объема так она дорабатывает микс она наш его не портит она его дорабатывает оттеняет поэтому ну хочется сделать крепкую достаточно крепкую чашку там условно давайте говорить вот этим условными цифрами мы хотим чашку на восьмерку у нас в палитре есть б.б. и например белый спектру мы делаем микс из б.б. и белого спектрума и в стенке вжимаем месть королевы анны прям в борта чашки мы ее вжимаем делаем этот микс бахнули все под колодкой отдали все это будет плавно вываливать крепость на протяжении всего покура и это будет сильно крепче чем то что вы забили но при этом привкуса сигаретного не будет как у как если мы добавим фрегат и дохода туда же до дох туда же это все то же самое не при курении дают свой вот этот именно сигаретный за соглашусь да и привкусит есть единство что фризманки там пусть и сам по моему меньше всего каким-то ромками напитан еще более-менее так неплохо но он же он ароматизированный условно говоря вообще да вот фризманки он только холодов дает а холодок он настолько слабенький в этом сухом листе и в этих грамм ульках холодок это теряется такой себе и холодок в миксах стараюсь не использовать к этому с возрастом приходишь когда тебе перестают нравиться холодные льды всякий ментол я честно говоря я понял для чего он нужен со временем с опытом я понял что холодок большому счету нужен для того чтобы скрытую кожопость мастера потому что ты промахнулся в крепость и бахнул холодок все равно это прокурит и их накроет но прокурит если ты без холодка это сделаешь они даже затянуться этим не смогут ты промахнулся в микс там условно говоря во вкус но у тебя есть там яркий манго который в принципе вроде как тропики ты бахнул холодок это будет холодный манго манго его скурит куча людей привыкли курить что-то вот это с холодком по факту холодок крадет вкус и и все из чашки он притупляет рецепторы крадет вкус и 90 процентов холодков на рынке они еще и ментолят да прям сильно и ты не угадаешь супернова то же самое она партия ментолит партия не ментолит партия ментолит партия ментолит ну вот одну партию ты берешь ты чуть-чуть добавил в чашку там три листика добавила у тебя как будто на холсе раскуриваешь на черном ты вот как рекомендуешь греть вообще чаши без ромок то есть это есть какие-то минуты вот примерно с вас массивная чаша 4 угля примерно столько-то минуты ли ты по наитию там дымом но если дымок пошел то уже что-то либо подгорело либо это догма иллюминать кстати догма иллюминать она дымит как будто она сгорела сама по себе она но по факту нет тогда скажешь когда кальян уже по твоим ощущениям будет готов чем под жестил так ты углитым резаком разогревал быстро загляет это макс ноу они типа готова чаши до презентация была логия медленно заряду пару стаса сделай до жестко вот он не так давит как режет у него какие-то он супер резкий и не по ромке а вот он не вызывает желание покашлять потому что он придавил он как будто режет горло и давит два в одном это же жестяная какая-то да это проба пера было что можно ли что-то такой хорошо что я не начал пылесосе как я обычно это делаю я попробую раз мне интересно да не я точно закаживаю да один раз захочешь послушать я кашляю да нет ты не закаживаешь мне интересно просто надо дать это человеку челябинское нормально не надо там ничего страшно чувствуешь где легкие наполняются чем-то так что дает продувка когда ты куришь крепкая сам продувать реализацию я по привычке продуваю перед каждой затяжкой есть до такой момент но вообще-то желательно нежелательно ну ты же тем самым немножко сбиваешь температуру в чашу это плохо да незначительно чашу ты сбить температуру чаши снизу продувая ну ее это надо долго дуть туда и аккуратно и и проще сбить температуру сверху то есть через боль через силу протянуть резкую глубокую затяжку и ты его лучше остыть нежели ты будешь ее продувать разом пытаться ну да толчками можно чашу твой налет так ладно раскрепенько распиши что вообще курим это то что пойдет в продажу ли этот тестовой партии не это в индийский лист они в принципе индийские листы у них что сигареты такие убойные которые там скурил одну сигарету и такое ощущение что ты заживал пачку каптан блэка как правильно курить очень крепкий кальян то есть правильно его не курить как видео нежелательно ему просто его давай да он же заказал это он горит он просто становится жестким на возвращаемся к твоему бренду название ты еще не придумал но что ты уже не узнаешь то что можно обнародовать это будет какое-то количество линей крепости это скорее всего это будет набор лимиток который четко вот именно подобранный но достаточно большой объем лимит то есть это не 100 пачек это там тысяча пачек подожди с этого номера уме так как ты говорил эту историю что ты его взял что год назад через год одно и то же это лимитку продала и все но если она не вся продалась условно говоря ну ты знаешь что это она была это она же будет а табак меняется но но у меня в голове все-таки есть что будут какие-то базовые не аромки которые они будут на постоянке то есть тот лист который не меняется там тот же польский берляк например он у них стабилен у них температуру видимо и погодные условия стабильные сам лист стабильный он сегодня такой же завтра такой же через год такой же через три года такой же ну и то есть какие-то базы будут по-любому и колено посоветователь для бара это сами аппараты для бара я фанат маленьких кальянов честно это удобно в работе удобно замывать удобно работать удобно носить он на столе не занимает много места ну и все я если для бары я бы брал либо мы пиры миники либо биты альфа хук обид мимо за и влад в донате зашифрован номер телефона по которому можно позвонить будет очень крепко и захочется слить есть продукты которые мы варили которые даже для меня перебор по крепости не хотелось бы кашлять но желание такое присутствует и главное не кашлять пока ты дым выпускаешь плотный затяжка нормально ладно посмотрим когда меня развалит прям развалится пока что по чуть буду тянуть то есть ты получается взял какую-то партию листа еще сухого уже ферментированного что-то попробовал сварить что-то получилось как-то этапа обозвал некоторые до ферментируем и ферментируем то есть но из дагестана листы по крайней мере который приходит их лучше брать не ферментированные просто сухие листы потому что они любят продать не до ферментированный лист потом ты его варишь и куришь и понимаешь это зеленое сырье недоделанное как домашних около домашних условиях до ферментировать что-то делаешь ними до в духовке в старой микроволновке с мокрой тряпкой но смотри возвращаемся ты получается выкатил какую-то определенную партию ты дал ей название если она распродалась то по сути все что следующее если я найду такой лист и он будет такой же то тогда будет продолжение да но только да вот это реально супер крафтовая такая история то есть то что человек покурил образно грел в двадцать третьем году он с большей долей верности может такое не найти уже в 24 до если это не будет та же партия до набор лимитов что-то произвел прикольно самому понравилось обозвал выставил там на продажу да если где-то финансовый лед хотелось бы вот со своего продукта столько-то зарабатывать вот финансовых целей я там не преследую как только я начну преследует финансовые цели я начну выпускать ну хоть король же время должно оправдываться типа ну и продукт мой должен хотя бы столько до прессии что было чем семью кормить образно говоря это не занимает большую часть времени так скажем есть работа которая приносит деньги есть работа которая приносит удовольствие очень сложно это все совместить я собственно сейчас понял что мне нужен большой бар потому что занимает он времени столько же сколько маленький а выхлоп приносит совершенно другой то есть зарабатывать на другой плане решает а чисто такая душинка накурить своих пацанов грубо говоря да ну условно говоря да то есть есть свой продукт есть потому что но сам курю самому нравится почему бы это не да ты получается делаешь для себя и кому нравится тоже покурите да у меня похоже задумка была с качалкой я хотел бы определенного уровня тренажерный зал что там нереально громко рубила музыка с жестким басом лютейший какой-нибудь ракетчник для жильяки похер кому нравится не нравится вот чисто я делаю зал для себя кому не нравится не приходите тебя похода денег за бы немецким ну реально в залах недостаточно громко играет и часто реально фуфло какой-то играет хочется что там прямо шуши резала чуть ли не кровь с них тепла что прям грубила будьте здрасте то что в наушниках и наваливаешь на максималку все равно этот когда начинаешь тяжело три раза ты не хватает громкости максимальной хочется чтобы именно очень глубокий бас и сабами в тренажерных залах работал я ходила в такой зал у них был концепт такой что не 9 утра так нарубали до 6 вечера пока в доме людей нет все на работе ну да это те которые в доме находит а знаешь и так вопросов даже формата заведений некоторых которые вот у нас не в формате заведения поэтому у вас ребята людей нету дайте людям рому дайте людям киша ночью и они будут у вас тусить всю ночь но у нас не в формате ну не формат ну что ж у вас не тусовый формат ну сидит в лаунже есть питере тренд фитнес и там когда рашид приходит там что-то более-менее начинает нормально играть он просто приходит зал просто это живет директор вытыкается то дерьмо которое играет включается у телефона это если я смену катаю где-то приглашенные в заведение мне плевать на формат заведения буду работать подрок это как раз таки дает твою философию то чем я спрашивал это круто потому что гости предупреждены что ты приходишь катать смену и ты можешь немножко таза я регулирую конечно плейлист то есть прям совсем тяжелика такого нету потому что это немногие вывозят а классический рок многие знают многие на нем выросли поэтому пожалуйста но вы уже понимаете к чему вы пришли и что вот этот вот непонятная личность с бородой ирокезом он здесь приглашенный и это все потому происходит общий антураж но для общей концепции да это как раз таки характеризуют тебя хорошо влад алексей машины помнишь тюжению без ровных спектрум на дагестанском табаке работает вроде знаменитый дагестанский сигарные тяговые бархатные слушай как твой не правильно считается смог хурикей хурикей да это честно говоря от песни это хуракан от ламборжини у меня хурикей в принципе это сокращенная от фразы из песни скорпиумс rocket like a hurricane smoke it like a hurricane для ника я сократил смог хурикей ладно почему ты не хочешь так обозвать свой продукт это кашляет от того чтобы просто комната задумить идея мама мия где где-то там пизанская башня в иди челябинская затяжка сделай на камеру давай сюда иди вот ну что вы видели это человек который заявляет что он вообще там крепко этот человек сначала снизил до крепость которые я потом такой давай давай курю самый крепкий кальян за все время пока я в москве не будешь падать в прямом эфире у тебя затяжки поплотнее чем у меня ну вот я сделала же да можно нормально выполнено можно выдыхать можно я пойду я на балкончик не просто после тебя было тяжело но у него первые тяги они еще и жесткие были сейчас уже бархатные какие степени затяжек есть бархатная даже такая полегче первое это какая это киштемия видимо чтобы лучше разорвало надо да я реально были насколько я уже залову поменял если включить это очень быстро захочется закончить тренировку когда примерно ждать тебя продукта что вот все уже можно хоть как-то приобрести пока что так понял твои приближенные пробуют и стены ну давайте чтобы не сглазить но ориентировочно ориентировочно я полагаю что где-то пару месяцев потому что во первых я не хочу без акцизной историю всякой вот этой вот это пищат получения я сейчас на этапе переговоров с ребятами которые продают контору с акцизом сразу что-то они компанию с акцизом уже полученным продают блин у нас один глаз такое существует то есть если ребята которые получили акциз и все что нужно это у них и выкупить вместе с акцизом и по слухам вот которые до меня доходили слухи не более что sapphire crown именно так и поступили они не получали свой акциз и не просто купили компанию с акцизом прикольно дорого до существует да нет там ну от миллиона до двух там плюс минус ну просто сокращает очень сильно время и вопрос как бы нашел вроде ребятам у них условное производство небольшое есть акцизная комната и вроде как акциз получен она отдельная комната специальная то есть для хранения акцизов и должна быть отдельная комната договор с росгвардией там все дела ты же эти штуки сами акцизы ты их получаешь отдельно они все там подотчетные и так далее и тому подобное это все в москве да прикольно так через месяц уже может быть ожидать продукта ты сам вкладываешь свои ли ты с инвестор свои я меня не складываются взаимоотношения с партнерами поэтому потому что с партнерами все хорошо пока все плохо как только все становится хорошо начинаются какие-то дележки начинаются какие-то вставления своих пяти копеек в тот бизнес в котором человек вообще ничего не сечет там ну как бы не нужно поэтому проще самому реально ну да и тем более когда-то реально крафтовый продукт делать а если получать акциз полностью самому сколько это примерно стоит денег и сколько это по времени занимает по деньгам честно я даже не знаю там какие то есть госпошлины там в районе там на крупном там около 300 тысяч рублей но там больше геморроя со всеми проверками комнатами договорами там вот вот там геморрой там больше нет деньгах вопроса во времени то есть это может затянуться на года реально если никому нужными купюрами глаза не закрыть ну да ты решил геморро избавиться по таком пути прям что это будет за фасовка сотки или сигары сигары это которые нужно будет нарезать потом а то есть где-то будешь закупать готовую вымачивать по своим рецептам до сотки это пакеты будут или банки пакеты пакеток что прям вообще максимально пакет который в банке лежит дизайн сам разработаешь да то есть это если где-то идея наброски там какие-то черепа наверное но скорее всего да что-то в такую в роковую тематику будет чтобы понять не понятие было что это за продукт конкретно ну что же в добрый путь а у тебя будет вообще что-то легкое я попробую сделать что-то легкое просто очень сложно сделать легкое вкусным почему перед этим легкой курили ну а это среднее или ты мишу средний не легкая блин да не такой прикуренный как ты но все равно да то что мне кажется легким для кого-то будет прям среднем вот блин чего уровня привести но забыл на хвостке он же вроде бы заромка грузил легенький а попробовал перейти на вай-фай посмотрим хуже или лучше будет сейчас отпишите момент будет небольших лагов но я сутри у меня сейчас этот битрейт вроде бы даже на момент пробовал стаканится получать зеленым загорелась кнопка 25 лет все равно красный хочу это стопудово с провайдером к это беда сейчас посмотрим что будет он то зеленый до красного кстати на проводе было всегда красным у нас по температуре доводы порты не нагреты все нормально смотри какой вообще основной твой род деятельности ты будучи кальяном деятелем заработался капитал я но один из основных видов деятельности это стройка я строю коттеджные поселки я и там кем выступаешь правил владелец но верма которая я я покупаю кусок земли какой-нибудь меняю назначение подвожу коммуникации режу его на участке либо своими силами либо приглашенных строительных компаний мы строим там дома и все продаем можно шаришь по подмосковье какие там районы более благоприятные и все вот этот прочь да ну да типа если я когда-нибудь не то чтобы созрею созреть то уже свой капитал заработаю буду же выходе какие вообще такие рекомендуешь если быть до конца откровенными раз хочу уйти из этого бизнеса и полностью уйти в кальянный кальянно-барный а почему устал очень сильные просто очень много лет в этом и честно говоря из-за того что очень много действующих лиц где-то кто-то косякнула пидорас почему-то я хотя я вообще даже не знал что происходит ну ты как ответственность лесу да и это от этого все просто устаешь и надоедает плюс со временем я понял что и в кальянном бизнесе барном бизнесе там деньги можно зарабатывать и нормальные можно зарабатывать деньги вопрос подходы именно окей допустим вот будучи управленцем всего вот это мы барчик открыл и кальянную открыл но с такими адекватными вложениями понятно чем больше вкладочным большим разрабатываем допустим если ты с десятью миллионами заходишь через год сколько можно на этой теме чистыми зарабатывать то есть борьбом это сидел когда знаешь про бар ты мишну вот около бар на кальян от этого история но если ты 10 миллионов вложил в бар и ты нормально выбрал место нормально выбрал концепцию которая который придерживаешься потому что плохо когда у заведения нет концепции когда заведение сделано для того чтобы быть заведением все тогда ну за год его можно отдать то есть это типа в месяц где-то 900 800 прибыли можно а потом уже численно зарабатывать ну да можно сказать что здесь бабки есть насколько дать вообще твоя медийность важно то что вот у тебя есть узнаваемая из кальяной индустрии это те подтягивает как раз объективно к этой медийности я и начал стремиться потому что я в кальянные движухи то очень давно но светится начал мне не очень давно там года три назад потому что я был все время вроде на связи вроде вижу знаю но сам особо не вылезаю до одного определенного момента когда там все эти запреты еще к это хрень началась короче куча всего реклама кальянов кальянной продукции кальянных она запрещена изображать из себя там я не знаю центр паровых коктейлей но блин но это такая хинея как бы и я понял одну простую истину что кальянная индустрия нас родни шоу-бизнесу знают тебя идут в твое заведение все алис то есть качать надо личный бренд себя и тогда ты сможешь через себя раскачать уже что-то другое и ты этим все занимаешься ну по сути да как ты вообще попытайся ее продвинуть медийности что это соцсети это мы информативный контент делаешь или что вот я сейчас здесь один из вариантов вообще допустим какая-то там план стратегии с я вот допустим буду вести или чей людей учить забивать или как-то медийность планируешь суши меня давно пинают на тему того что иди блогерство но я не очень хочу потому что это опасно с точки зрения именно социума потому что люди многие особенно хомячки молодые ребята которые хотят стать кальянщиками уйти в индустрию они вас при не воспринимают мнение блогера как его личное они воспринимают его как истину последней инстанции то есть все это аксиома то есть вот он сказал что это так значит это так потому что на него там кучу людей подписан а то что это мнение лично человека они это ну как бы не измеряю же может этот вектор изменить своем блоге можно вопрос хочу ли этого хочешь нет то есть я не хочу обозревать продукт более того я я я могу обозревать продукт не надо ничего присылать я и так могу это сделать я могу пойти купить какую-нибудь фигню там мне не надо ничего прислать я очень люблю когда мне что-то присылают потому что это уже как-то заочно мне вот чисто психологически я не могу обосрать продукт который мне только что прислали просто бесплатно на тебе вкусно по кури а если это говно ну как как прилично и культурно сказать что продукт отвратительный но есть такой момент до блогерстве но сейчас ты пока что себя блогером не считаешь ты просто человек который дал свою личную инстуру и рассказываем все что хочу да при этом я не занимаюсь не маркетингом в этой сете там исключительно рост чистый органический я 90 нет ну не 90 ладно там процентов 70 людей оттуда из своих подписчиков я их знаю лично вот о ком-то слышал то есть я как бы не стремлюсь к вот этому вот чтобы я их не знаю знать не знал там все ты вектор не планируешь меня это и также ведешь свою личную ту как реально личную естественно в жизни много кальяна поэтому там коньян проскакивает но ты не пытаешься ну она не совсем лично то есть она именно то есть instagram смог хурикин это именно который был создан как рабочий инстаграм у меня был личный инстаграм который я забросил уже сто лет личные личные факторы и какие-то факты из жизни приходится выкладывать в instagram потому что ну как ни крути людям интересно смотреть на людей им интересно смотреть за жизнь всем интересно заглянуть за шторку и поэтому ну какие-то факты естественно там какие-то моменты ты выкладываешь с места пока что твой единственная соцсети я остальные там там чуть-чуть что там делать то но образом этом после в телегу свои там наблюдения по листам знания каким-то делиться такого не было по мыслях плана этого такое количество этой информации уже везде я достаточно открытый человек я достаточно часто бываю на разных мероприятиях ради бога приезжайте давайте пообщаемся я не не скрываюсь не прячусь пожалуйста окей но тогда возвращается к вопросу план есть у тебя медине свою повышать но ты еще пока не знаешь как это не да нет пусть она сама по себе как-то нур нарабатывается и ради бога классно то есть упора такого как как бы нету а если вот ты опять же светишься где-то у блогера где-то на выставке кто-то подскочил к интервьюшку взял как бы ты описал свою инсту почему туда стоит подписаться и что в ней есть что человек получит подписавшись на ту инсту да по большому счету я иногда выкладываю какую-то информацию про ну во первых там вся информация про то где я катаю смену если я ее катаю иногда бывает информация про какой-то продукт конкретный которым не в руки попал и если он реально стоящий мне хочется о нем рассказать я о нем расскажу это как я там я не знаю штуки 4 на stories я записывал про банчевский кофе потому что я столько лет я гонялся и искал нормальный черный кофе на не помню он курился моего я что-то прокурил видосе я реально не помню офигенно он курился прям вот это охренительный черный кофе я очень люблю собирать в чашке то что у меня услуга этом стакане а я пью черный кофе с виски и лимоном и вот в чашке его собрать с банчевским кофе сейчас это стало просто на нему раньше это надо было изобретать там убирать сливочность из айриш крема элементов ского каким-то образом добавлять терпкости через тот же welcome to hell или лихера органика из тыли звучит что-то на профессиональных миксология насколько важную роль занимает в твоей жизни на насколько ты часто любишь вот этот вкус и нравится слова не хочешь ничем не портить все тем не устраивает и насколько часто ты миксуешь насколько ты слова часто куришь соло ароматику я не курю но я ароматик вообще не курю уже очень много лет при вообще вообще я себе чашку если буду делать там иногда у меня бывает пришибает но не на этом кальяне я могу там 10 процентов чашку добавить какой-то аромки раньше я очень любил я бил чашку полную не аромки и где-то процентов 10 туда я добавлял либо черный кориандр в тошный голландские шишки хмеля вот кориандр я прям перся от него мне очень нравилось как он играет и у трофимова суджук это хоть и без и гаструха но если его добавить прям чуть-чуть к ней аромки травянистый любой это прям очень приятный такой терпкий перечный микс это очень близко к без аромки где-то пряности где-то оттенки ну да просто лобовые мне не нравятся в соло я я не знаю что я могу в соло покурить такого кайфануть ничего последний вопрос задам и пчатик вернемся у тебя есть бизнес да он ты чуть-чуть под надоел но тем не менее это супер прибыльная история и смены вот образно говорят и потратил весь вечер на свой бизнес это потом в эквиваленте определенной бабки и смену откатался смена что даже с копейки на посредине с заставанием поселка тебе это просто вштыривает но тебе нравится когда смены да и не секретная информация сколько стоит тебя позвать заведение зависимости от заведения там по-разному примерно для ориентирован возможно здесь сидят владельцы заведения которые хотели бы тебя видеть мастером возможно у них рок-тематик они были на хереном сейчас позовем супер концепция зависимости от заведений зависимости от формата работы от пяти до десяти тысяч рублей это по москве где-то прыгнул в тачку доехал а в города другие то гоняешь пожалуйста гостиниц с вас ради бога но все равно что те время на переезды на все затратится там скорее всего ценника больше будет до ценник растет обычно от дня недели и того один ли я на в смене то есть если я с саппортом то ценник ниже если я один без саппорта то ценник выше естественно но он уже такой подсох без аромки есть эти особенности многие курят в первую очередь из-за вкуса и потом только на дым него не обращают даже сейчас когда дым просел уже там подсох но вкус по-прежнему держится ну да уверен так возвращаемся в чатик суджук тема голландские шишки хорошо в пруд так вот это гуд когда твой заработок не зависит от положительного отзыва на условный бренд которому ты вроде как обязан сам купил сам честное мнение выразил мне как блогеру можно было бы добавить а сейчас комик немного будет от вашего колена точно welcome to hell лёха почему в россии нет своего лагавулина потому что у нас нету острова айла здесь с арфянниками поэтому почва не то почва не то и у нас нету культуры вот этой вот семейные то есть там же столетиями из кокурни эти существуют так как и шапиша будет и он именно хапиша будет то есть если до этого этого у кого что-то сейчас это уже именно отдельно в казани чисто кальяна история будет маленькая брендом немного это такая когда посиделочка для своих будет но число кстати не знаю можно на сайте хукок лапшом информации 6 6 7 мая вот да да я просто не поеду поэтому как ты еще относишься к выставкам нужны ли они индустрии какой из ты свой личный там кайф испытывая не смешли нужны индустрии выставки нужны еда вопрос формат своих выставок людям и бизнесу и людям потому что выставка она рассчитана на хомячков извините что говорю но на домашних курильщиков нежели на профессиональное сообщество потому что профессиональное сообщество едет на выставку просто уже потусить на выезде где-нибудь вместе потому что мы все все дела уже давно решили до до выставки ребята и все новинки мы знаем уже до этого нет смысла едем поэтому просто потусить а вот просто домашние курильщики там молодые кальянщики они едут именно попробовать какой-то продукт плюс кальянщиком именно тем кто хочет стать кальянщиком именно молодым им необходимо ездить на выставке им прям крайне необходимо потому что как стать хорошим кальяным мастером ты должен вот эти все тысячи вкусов ты должен их попробовать покупать не вариант приехать на выставку попробовать вычлени для себя какой-то вкусный интересный момент я для себя так нашел грейпфрут сибиро блэк который по моему личному ощущению делал даже сатировский я его на выставке выцепил ничего си вот это номер и джент точно так же я бы даже не посмотрел на него ну ну что это такое на выставке его покурил прикольно то есть это и для миксов и для того чтобы лучше попадать заказы чем больше стаж и не знают этот набор прокуренный да лучше попадаешь заказ конечно потому что ты знаешь как тот или иной вкус у тебя работает то есть что тебе нужно взять и от какого продукта и ты владельцы заведений молодых они таким образом они могут более точно без лишнего собрать палитру заведения именно вкусов потому что не можешь сгребать все то есть они которые вкусы которые будут стоять мертвым грузом у тебя годами и все ну именно выставки могут позволить тебе это сделать потому что покупать от все накладно объективно и не имеет смысла проще на выставке это мы рассмотрели историю для курильщиков для начинающих кальянщиков даже для магазинов от части для владельца заведения для непосредственно брендов выставка сейчас в 23 году насколько нужно узнаваемость и просто чтоб не забывали типа вот он я я я здесь я все еще живой я работаю а ты сам как думаешь вложите 35 миллионам выставку или эти 35 мультов в течение года распределить на всякие прочие медичные смотря какой продукт смотря что за продукт если это масс-маркет продукт то да имеет смысл уволиться выставку имеется высокий по всему смотрят что не масс-маркета нет но я сатир по-прежнему не отношу к нас к масс-маркету каким бы он не старался он все равно не масс-маркет он все равно вне масс-маркета сатир трофимов они вне масс-маркета пока или они так и останутся они не просто хорошему они так и останутся потому что они достаточно специфические продукты не не для всех это не 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 dark side не must have но когда-то для тебя этот продукт был не для тебя когда ты только образно гре там прикуривался на ромке сидел не я на него подсел сразу он когда только вышел я на него подсел все сразу потому что это было что-то новенькими то чего мне не хватало это не такая яркая ромка не переоромленный он табачит мне это нравится я это люблю но я и не домашний курильщик и не 18-летний мальчик который жизнь скурил там 10 кальянов но ты этот согласен с тем что сейчас вот такие продукты они еще они произошли по популярности аромку и все то что на рынке прям супер известно но они набирают популярность набирают она берут ли они и когда-то до такого уровня что не примерно сравняются с все это ну грубо говоря попсой на рынке аромат да не искать никогда не наберут всегда все вот этот без аромка останется нишевым продукт конечно никогда не не наберут всегда останутся никуда и никогда не денутся люди для которых лучший микс пинкман скольте вот они никуда не денутся ребята лайк ставим да не помешает евгений по моему догма это бренд вирджиния и сигарки раз 47 процентов на 53 соотношение арома линейка так вот я понимаю что моя аватарка но похоже но спроси у лёши про смешивание сигарки и вирджинии пожалуйста просто тип нормально все лёвенько выглядит сигарки с вирджинии смотреть вирджиния бывают разные есть сигары круто свержения да там средний ли в среднюю часть можно принципе запихнуть чего угодно плюс вирджинии бывают разные есть вирджиния которую делает любой берляк по крепости это не приговор нет нет это сорт есть берли есть вирджинии это 22 сорта но они бывают разные равно как и берляк бывает разный бывает там берляк который растет в южных странах он крепкий и жесткий бывает берляк который в средней полосе растет он такой шоколадный но он чуть выше средней крепости а вирджуха то же самое она может есть темная вирджиния которая там ну я не знаю по крепости если ее просто сварить но она будет чуть ниже месте королевы она это вирджиния поэтому что лёша мешает я не знаю но у них получается неплохо хотя с другой стороны у меня есть лично мое мнение что делать ароматические табаки на сигарном сыре не имеет никакого на хрен смысла почему потому что она как микс сигарки с ром не совсем во первых это достаточно сложно потому что сигарный лист он более плотный в него достаточно почему дороже стоит потому что в него сложно вбить аромку чтобы она держалась и не отстегивалась и плюс сигарный лист он сам по себе вкусный зачем забивать его вкус и аромкой наложенный смысл ну я не не очень вижу смысла если очень хочется давайте мы дадим сигарную сигарную без аромку и там на обычном берли общедоступном мы дадим аромку если она вкусная мы ее даем это менее геморройное производство и если кто-то хочет добавить сигарный вот этот бленд в свой микс пожалуйста возьми другую банку совмести объедини вперед из песни зачем вот это вот геморрой я не очень понимаю но это пользуется спросом как бы может быть кто-то не хочет миксовать ты хочешь купить одну банку и почувствовать эту и другую больше выслить это твое отношение к банке прекрасный продукт ну я бы сказал стопроцентная замена вот его ароматической линейки база у них никакая объективно солян но вкусы и как они лежат на сырье отличный кроме вискаря блин я не могу его победить он из банки пахнет классно и дальше при забивке он что в миксах что в соло он виски первые 10 минут дальше это сатировский брауни а мне успеем сильно прям фигать поначалу вот прям спиртяжно да вот поначалу да он прям спиртяжи отдает вискарем 10 минут и все это сатировский брауни он проваливается в шоколад что есть не только не делал а курил вискаре дарксайда дает вкус который нет еще вот хочу покурить это есть по моему остатки может и нету я не помню да там я его только из банки понюхал вчера ну вот как любили на замок из грамм к вам дали мне интересно был то мнение на запах из банки прям да интересно но по крепости до 100 подослабненько все будет сколько миль рублей нужно чтобы открыть хороший бар двадцать двадцать три мы отвечали на то просто я смотрю дублируешь его да все зависит от размера местоположения и желание чего чего хочется по-разному ну ты планируешь открывать большой прям я прям большой ходить я на заложенных это может он не на этом есть не есть неважно ты сам ориентировочная смета до около ну если не брать помещение само покупку помещения то выбрать им находишь не аренда я больше не хочу не с арендодателями тоже нафиг если не брать в расчет покупку помещения то на 420 квадратов я считал в два этажа вместе с наполнением полностью и бары и всего остального около 40 миллионов но это большое заведение это прям большое заведение что-то очень будет вот из нетипичных баров вот ты сам буду воткнуть концепцию ну понятно музыка атмосфера интерьера атмосфера но он будет четко атмосферный прям вот четко ты знаешь куда ты пришел там будут красные подсветки возможно так сори я просто пропустил хорошего стрима блин цены да такие чё за тачка у тебя таха шибрами аварийные было дуни я лично он зиме мира маленькая забит чашка для попробовать прям очень маленькой забит у вас прям коньячок уже в колбе тут кофе йога еще нет еще не кофе йога нормально так blackjack и bootlegger и даже интереснее в плане именно вискаря чем вискарь бончухи bootlegger blackjack я бы вообще в эту серию не ставил потому что у него сварен на бурбоне и у него исключительно кукурузный привкус и все не более bootlegger да он копченый он на maker smart сваренный почему цвет табака черный это после варки или у него лист изначально такой был да они сами темные сами по себе они живут ну арабы по крайней мере они различают табак они когда приходят у вас черный табак есть черный табак это все что не вирджиния золотая но у них вообще интересный принцип у них там кальян и крепость кальяны измеряется количеством дыма много дыма крепкий кальян мало дыма хороший кальян тагарину силе не накуривайте на пять минут даже так у нас по времени эфир уже два часа сорок минут и как по состоянию настроения ощущения прекрасно все хорошо и приятная я ночной жизнь начинает я домой приехал в 7 утра до со смены получается да у тебя прям гости сядут ли ты просто после нас есть этом кура но у нас гости сидели часов до четырех наверное потом мы уже сидели там поболтать там друзья приехали потусить там все смены по заканчиваем мы собрались просто посидеть поболтать нормально нормально еще бодрячком такая смотри чем мы с тобой давай ка еще покурим ну давай вот вот это а это то что он не такой крепкий он вкусно пахнет но было поярче кстати предыдущие вот тут очень тонкий аромат но он на вкус другой приятненький на еще раз напомню здесь написано лёхина крепко и невкусно не трость это ты прям где-то в барной стойке выдернул да у меня на баре стояла просто ребят чтобы не самый не облажаться мне надо было куда-то пересупать у меня банка от северного лежала а вот не трогай твоих друзей среди гостей как много которые вот могут такую же курить которая настолько побывать вот такую не так много ну типа это в неделю пару человек или к ну если среди гостей то бывает там раз в неделю заваливаются ребят который размотай я пришел умереть на тебе до смену да вчера у меня пришел такой на смену я пришел умереть вот он в пять часов вечера пришел два кальяна он умер на хрен и уполз это без алгоголя было да вообще он не пьет но у тебя бар там прямо ты сам будешь подбирать алкоголь он насколько он будет все-таки адаптирован под людей ли ты так же сама будешь делать так как хочу я а вы там либо придете ли доведете да вот прям под себя по тебя не боится что это супер узко к чем людей же твоя аудитория тем больше у тебя шанс пока ты распыляешься на всех ты не попадешь не к слушаю тут тоже интересная фраза интересно в этом есть логика на себе хоть чуть-чуть маркетинге шариумов я как-то были прокомментировал звучит правдоподобно но просто объективно если ты пытаешься работать на массовую аудиторию то на массовую аудиторию слишком много заведений как с обычными вот этими лунги барами подвальными которыми усеяна вся москва и подмосковье но они блин одинаковые ты из одного в другой приходишь там ничего не отличается ничем вообще и еще там не концепции ничего нет и таких очень много есть маленький краю крафтовые кальянные которые там как-то выдерживать свою концепцию да они живут на постоянниках словом говоря у меня вот самый маленький который был на брать славской кальянная мало того что от меня от метро до меня было еще шесть кальянных когда случился весь этот к вид и прочего это закрывание мне в принципе я выключил свет вывески закрыл дверь и у меня все равно сидел full это именно из-за концепции от одни постоянники они приходят и все им больше ну куда и все а я такой один у которого плейлисте слепно а вот допустим кроме рок концепции чтобы ты порекомендовал допустим кому-то к року вообще не лежит откуда хочет кальяну тоже хочет узкоконцептуальную какие еще есть такие тематики нетипичные интересные и узкие достаточно да их масса хоть я не знаю но ударьтесь в классическую музыку вообще это что музыки касается а музыка это не это так скажем не не какая-то там ну не важно это наоборот это одно из основных тоже которая создает общую атмосферу заведения типа без музыки никуда ну безусловно нож что меня в свое время отбила вот он тогда еще хп лубянка был сейчас он дух уже лубянка я прихожу туда там вся вот это готика бордовые шторы черепа на стенах свечи вот эти оплавлены а из колонок играет какой-то блин кальянный лаунж ну серьезно не со стыковой да и поломалась поломалась все ощущение полностью от заведения то есть ты в у тебя в глазах одно в ушах другое но это хрень полная тоже прикольная по заходу другая грязи тебя можно нарезать чтобы далеко не ходил из тех чаш ты так помню выбирал классику торовскую пугашку торовскую пугашку да так пойдет давайте подробнее тогда все-таки лагала мне кажется не за телефона поэтому еще раз рекомен телефон запустить и себя тоже сверху покажем так это топчик советую всем другой настрой под моцарта в туалете сидеть я рассказывала что у нас кальянный классическая музыка в туалете играла ну нормально в тдх фитнесе слушала музыку блин я так сейчас понял насколько эпично будет писать под вивалью это знаешь если этот подсветка вообще свет который под музыку я знаю одну кальянную у них в туалете какой-то спич про ну нудный спич про химию в туалете ведется и там постоянно кто-то трэндит вместо длица хочется быстрее свалить там такая отвратительная музыка играешь откуда ты в ддх там туалетах музыка играет в филе этот тренажерка спорт качалочка и вообще в твоей жизни что-то присутствует ты подсушенный ты когда следишь за за телом или просто у тебя я в принципе такое массу набрать не могу но хочешь хочу так подожди где-то забиваешь вообще ничего не пойму у нас по моему картинка перевернулась да сейчас секунду чашу почти забил о перевернулась об возвращаем вот странная вещь может кто-то маковода объяснит я вытащил кабель прямой интернет и стало вроде бы получше а это все яблоки ваши вот эти вот новомодные так вот сепультуру какая без ромка заходят под сепультуру ну сепультура это меня бы ассоциировался на либо с красным вином терпким таким тяжелым а если красное тяжелое вино то какой-нибудь лихера вот все что на лихера либо масоник догмовский либо лихера органика из тыли прямо отлично зайдет это уже такая трех уровня каскадная история ты можешь и пить и слушать и есть музыка неотъемлемая часть нашей жизни она никуда не денется она нам создает внутренние внутренний баланс и поэтому то что у нас в ушах она так или иначе влияет на наше восприятие действительности всеми остальными рецепторами организма ребята загнули это побольше похожего в блоге рассказывать под полет валькирии вагнера хорошо вертолеты полетят как физики в маке перезагрузить электрофорез крутая группа кстати под полет валькирии наверно вообще вот под полет валькирия вы прошлый колен раскуривал с радостью ладно не будем рисковать я просто не подумал что она легко не понравится поберег мои уши завтра всех прав тут какой-то чил лаунж ну ладно ну так тихонечко мы что-то фоном подрубим как набрать вес лента надо жрать неизбежно нужно есть и самое главное не то что много если стабильно много есть то что ты там говоришь я дофига нему ты там раз в неделю бабушки там от живота наелся пол стола уничтожил это немного есть если ты все остальное неделю там на работе лутерами перехватываются вечером там лучшем случае наелся с утра не успел это все фуфло вес растет когда ты стабильно изо дня в день на протяжении трех недель ешь там свой ковараж который тебе необходим потому что состояние от этого гомеостаза для того чтобы его сдвинуть нужно стабильно его пробить то что ты раз наелся на свадьбе там на дне рождения это вообще все фигня у тебя полно углеводов у тебя заполнили гликемические депо у тебя придержалась вода да ты на следующий день можешь стать на весы там плюс 2 плюс 5 килограмм но это все быстро сольется на третий день уже если ты хочешь пробить массу нужно три недели минимум есть свой повышенный ковараж вычислить свой базовый метаболизм можно по формулам попробовать они плюс-минус неплохо работают можно опытным путем просто записывать все что ты ешь понимая что в среднем допустим это две с половой ты не набираешь накинь смело 700 косари начни там три с половиной есть если вес стоит уже накидывай там по 300 по 400 единственный раз когда я набрал массу я занимался с хорошим тренером очень и он мне присылал меню на день каждый день я ел восемь раз в день у меня было ощущение что я постоянно перманентно жру я стою в пробке на мкаде я жру я приехал я жру я утром проснулся я жру я ночью спать ложусь я жру но он видимо прописал тебе восемь раз потому что может эти объемы были большие разов прием вообще нет значения в три раза в день едите или восемь на разгон метаболизма это практически никак не влияет но самое важное что ты за эти три раза съел столько же сколько ты съедаешь за эти восемь раз режим питания важен еще при наборе и при похудении при наборе питание это 70 процентов успеха ты можешь качаться укачаться если тебе недостаточно будет нутриентов то ты будешь супер туго расти потому что ты можешь понаблюдать истории когда люди и качаются грамотно с тренерами и едят грамотно и все равно очень слабенько мышечную массу набирает а представьте ты такой важный пласт уберешь не будешь контролировать питание ну да поначалу всех результат бывает как бы ты не ел как бы ты не тренировался поначалу у тебя мышцы быстро реагируют но через семь месяцев через год уже настолько все замедляется что приходится и подключать и все прочее есть момент генетики да у тебя там повезло там от бати от деда набирается мышечная масса легко но таких людей единицы по большей вероятности мы не из их числа вам планирую свою качалку открыть я не думаю что это какая-то супер прибыльная история вообще нет я бы вот открыл бы прям свою качалку на 5 человек это максимум вот так небольшой фитнес-центр или зал или что такое я сделал бы качалку который сам бы хотел качаться и там друзья знакомые знакомые знакомых если подтягивались какую-то копеечку давки было бы неплохо ли не так скучно наверно бы но какую-то масс-маркетовую коммерческую качалку наверное не хотел бы так хороший вопрос алексей если не фольга то какая колодка да по барабану а ты вообще равнодушен вообще только не буду она дает металлом конкрет если бы она дает прям именно паленым металлом вот именно металлический привкус я не знаю и я не один такой кто это заметил ну и плюс она очень сложная в работе то есть она как странно себя ведет она то не догревается то перегревается но в этом плане даже а поймать супер вот я в целом в заведении я у меня да естественно стоят колодки потому что и мастера тоже и плюс когда за пара там не особо с фольгой тут есть время развлекаться все же был хейтером колодок да да я не то чтобы прям хейтеры изначально да когда они только появились естественно что-то новое вы че офигели что я всю жизнь на фольге работая что это вы придумали здесь хреновина какой-то а потом ну нет ничего нормально переработали в принципе колодка удобно в работе не более я покупаю честном заведении я покупаю дешевые колодки по 150 рублей пачку просто я их купил два месяца отработал на хрен выкинул купил новый работают они там рассказывают про то что хит кипер он лучше передает жар там как плавнее ищешь там настолько незначительно эти разницы в цифрах это настолько незначительно влияет это заметишь если у тебя будет стоять два кальяна один на хит кипере один там на на грани внутри и один на дешевый селуминовой китайской колодки что-то да ты там заметишь условно это если ты в этом шаре домой да наверное имеет смысл купить какую-то хорошую колодку потому что она у тебя одна ты с ней работаешь как бы куришь перманентном заведении смыслами все которые дешманские то есть пупырками классика да да как пупыркам относишься нормально я я всегда бью вот стук причем большого у меня отступ миллиметр-два минимум поэтому они вообще не парят а я вот как раз таки прям под самую колодку старое сбитие у меня иногда пупырки цепляют и поднимаешь ты прилипла что-то нет я бью на достаточно большой отступ и менять пупырки вообще не смущают почему ты угост убьешь ты к нему пришел ничем отличается твоя забивка воздуха если ты все то же самое будешь делать но еще поднимешь на два миллиметра по вам прям под самую фольгу ли колодку так она табак поднимается при нагреве он поднимается в колодке в чашке и поэтому у тебя будет касание причем неправильное касание она не будет ни горячей ни холодной касаемки будет неправильно касание корявую поднимется и прикипит какими-то листами испортит вкус и будет гореть просто и все кстати не наблюдал того что табак поднимался он наоборот когда усыхает когда ты его уже прокурил а и ты попробую этого прогреть раскурить какое-то время там пять минут десять и подними колодку он у тебя будет в роли не вот так нужен это наверно касается листа которые прям грубые плотные потому что все тут мелко нарезанное сильно сиропистая но там нечему расширяться особо не кашу туда каши бывают табаки которые я не очень люблю фанулы каши эти приходится бить фанул потому что она просто проваливается в отверстие хрен знает как с ней работать поэтому приходится бить фанул хорошо тогда проще по твоему заведению все такие все такие всех на безромку не посадишь как бы на тебе не нравилось что у тебя заведение из пабсы так сказать популярно популярно мои бренды до задения в которых ты работаешь уж я работаю у меня 90 процентах чашках у меня сатир если мне надо сделать среднее это просаженный сатир если мне надо сделать выше среднего это просто сатиры если мне надо сделать сильно просаженные сатиры это просажен основная вкусовая палитра набирается через сатир дальше идут определенные уже вкусы определенных брендов работа для сатир как фильтр определенных гостей заведения я так понял тебя скорее не фильтр скорее как привлечение дополнительных потому что вот именно плюс крафтовых табаков коим я отношу сатир это определенная комьюнити который такой я хочу курить сатир где мне в курить сатир он не пойдет лунге бар то что он гибар и маленькие они не держат сатир он им не нужен они идут туда где он есть они идут ко мне потому что они куда пойти мы пойдем к лёхе потому что у него точно есть вся линейка сатира сто пудов ну ладно получено все равно как фильтр это тоже может работать то есть любители там опять же того же пинкмана они как-то стороной обходят я пинкман собирал не так давно из этих когда расскажи пикман на сатире да через ласточку я там собирал не помню честно как не как как-то собрала прям пинг ну по вкусу только яркости вряд ли получилось до яркость это тоже такой момент москва яркие тоже там первые 20 минут и вот у меня этих вот этот минут чтобы например кому-то этот по ромке стал в горле тут есть еще момент элемент самого кальянного мастера есть момент который я периодически говорю но к нему очень по-разному люди относятся немножко обидно кальянный мастер от него от его зараза внешнего вида очень много чего зависит от того как он говорит 70 процентов успеха чашки это кальянный мастер как он сказал как он выглядит как он принес все и и как он преподнес до вкус который за да и в кальянный мастер вот именно почему внешний вид кальянный мастер должен выглядеть вкусно потому что смотришь на человека и думаешь да там я просто еще выгляжу немножечко так условно говоря страшно немножко я когда приношу там вопросов мало возникает обычно никто не спорит так мне че так кальян не понравился вот но нет и как бы иногда бывает приходишь заедение смотришь на кальянного мастера думаешь блин да вот это вот по-любому вкусно сейчас сделает сладия здесь такой момент это еще вот одно дело внешний вид другое как с него уверенность идет вот человек может особо ничего не делать просто к тебе идти а ты уже по походке видишь что он какой-то за турками запуганы и скорее всего не какой-то кальян такой дрожащими руками неуверенный будет а когда вот чувак даже просто стоит и ты отсюда излучайся какая-то уверенность и чаще всего ты кальян также воспринимаешь ты что-то заказал ты как будто бы уверен что сейчас все по красоте сделает и это немножко психосоматика включая ну я обычно вообще заказ принимая плюхаюсь к людям за стол по глазам вижу что вы сюда курить пришли нормальный нормальный подход чем-то похож когда он был на эфире так проще чем саша работать я в подавляющем большинстве случаев еще и старше чем гости поэтому не проще с ним тоже да есть такой момент когда приходят взрослые гости и какой-то пацаненок выходит это барьер создает так я у тебя хотел спросить насчет его заведения но дорогое будет ну типа там отдохнуть дорого нет нет но алкоголь до дорогой но но он и качественный то есть я сторонник именно то есть если что-то дорогое оно должно быть качественно не обоснованно дорогое то есть дороговизна должна быть обоснована ценник за кальян я считаю приемлемый ценник за кальян за обычный самый обыкновенный кальян неважно на фольге на колу и вообще вообще по барабану 1700 рублей максимум я так считаю это по москве да я считаю что это это вот максимум это типа фрукты добавки никаких фруктов никаких фруктов никаких авторских забивок вот этого говна в колбе там я не знаю это комплиментов шеф-повар этого всего не будет нет максимум добавки это сатир платина сигарка и сигара непосредственно сама сигара это уже когда дорогой сам самое дорогое но у меня всегда оно и было во всех моих заведениях самое дорогое сама сигара там сатировская но я ее и подавал то есть я не забивал ее за стойкой то есть если люди заказывали сигару я приходил к ним за стол садился и при них резал эту сигару при них разбирал маленький экскурс в то что я делаю где какие слои и как это все выглядит при них укладывал то в чашку говорю ребят вот это ваша чашка ну где они при этом и вредили прямо не греть уходил уносил эльфа чата потому что нету полного погружения вот эту сигару потому что люди заказали сигару они не видели чуть такое не знать не знаю это круто когда ты да на мой взгляд сигару сигару сделали сатироваться именно для открытой кухни именно это перформанс это не просто так ну ладно 90 процентов сатиры что еще можно встретить у тебя заведение я просто хочу стебе вытащить каким продуктом ароматизированным ты нормально относишься спектрум сибера спектрум сибера а их у меня достаточно много кто еще есть некоторые вкусы дарка smoke angels deus да практически все по большому счету все кроме дафта только из-за морген или сам продуктами нравится да там чё стоящего там один в стоящий вкус был который нельзя было по сути ничем заменить но теперь можно управлять дороже это чизкейк все остальное проходные а коллабу за хитрос как ты воспринял ну да хитрос нормальные мне ребята нормально продукт ну я я особо не курил мне многих виски у них они же вот тут для меня было у у дафта два вкуса по сути нужных чизкейк и вискарь у них был виски причем он был один из самых лучших на тот момент на рынке вискарей именно похож был на виски потом они это виски очевидно куда-то убрали это виски переполз в коллабус хитрос а вот не знаю потом да у них был какой-то вискаре но там вообще все не алкоголь на курилась это курилась это как коктейльчик какой-то переделанный хрен его знает так вообще у них был вискарь так тема шаверманчик зашла по поводу набора массы что-то без завтра к ужин да ты просто смотри продукты плотной калорийности то есть вы я тебе скажу что если у тебя большая масса уже изначально даже если худая вот образно говоря я не жирный но я все равно вешаю 95 килограмм и чтобы мне начать набирать мне практически невозможно будет набирать гречками и рисами если мы не будем очень жестко там жирами объедаться но вот баланс жиров правильно держишь баланс белков правильный и растешь и чисто калораж повышает за счет углей чтобы не поднять калораж углями очень большой объем будет что риса что гречки просто влазить не будет только сейчас заметил мы кстати за татухи тоже поговорим что символизирует как ты решил их накатить мне сейчас я просто смеюсь мне понравилось как у нас темы скачут от алкоголя с кальянами и табаками взошту а в этом это как раз таки концепция моих эфиров мы обсуждаем здесь вообще и кальяна и не кальяна и житье подкачался подкурился тут никотином накачался там массу набрал нормально нормальная тема добавить немножко где-то черного шоколада где-то там сникерс съесть где-то гейнер да хотя там много споров за гейнер там типа тот же сахар и все прочее но чистыми гречками сложно будет очень массу набрать мне даже тренер как с которым мы набирали массу он говорит ват сидишь за компом есть свободная минута заточи сникерс съешь банан что-нибудь закинь в себя так что посоветуешь для набора так это мы ответили по шаверм очкам пообсуждали черри джуз неплохой был дофта с вишневый сок офигенный был какое-то время да слушай вишневых вкусов хороших очень много и поэтому нет нет смысла покупать продукт который тебе не нравится если он у тебя не заменит то что у тебя уже есть застойки сатировская вишня прекрасно кайфовая курил я помню когда с косточкой такая да и а и у это у сибера в светлой линейке черри горден горн черепом она называется сапфира прикольно еще вишневого элемента прикольная вещь у элемента мне не очень она понравилась она очень химозненькая такая у элемента есть прикольный вкус у них маргарита крутая не в воде вишневой воде да и я не курил я за землю вишнюю а в земле не курил в земле мне нравится у них ариш крим он крутой и что-то еще у них земле классная а кактус в земле прямо офигенный это не курил вообще немного элемента прокурил но как продукт прикольнее кстати вообще и цена-качество прям отлично и плюс вкусы есть крутые там экзо или да это когда ты ленивый устал и к тебе пришли отдайте мне что-нибудь средненькое тропическое на тебе а и все таки да ты сам подвел на вопрос нормальная тема гостя забить соло вкус да хорошо потому что нас филом заруба была я как раз эту тему обсуждал почему-то кто-то где-то никто не знает корней приучили индустрию к тому что не круто приходить заведение отдавать под два косаря и покурить соло вкус типа что это такое я приношу деньги я могу соло и дома забить давайте мне на миксовывать и даже если ты попадешь что во вкусного заказа он все равно хочет микс да нет это все бред сивой кобылы потому что во первых ты приходишь в заведение не только за палитрой ты можешь прийти за определенным вкусом заведение да окей но тебе его за забьет определенный человек ты сразу нивелируешь мытье кальяна ты сразу нивелируешь свои кривые руки с запоротой забивкой ты нивелируешь вонь от углей дома ты не бегаешь не меняешь эти угли ты за этим приходишь ты за это платишь под два косаря а не по то что ты покурил соло вкус я могу прийти если не нравится этот вкус я приду и покурю его почему нет в заведении вот то есть человек даже который держит заведение и мастер и все все что мы и в начале в течение всего эфира перечисляли это абсолютно нормальная тема прийти соло вкус более чем это я к тому что реально вот это все миксологи на где то есть люди которых приходится пересаживать то есть уже стабильно прям целенаправленно потому что у меня были гости которые они ходили и курили вот грейп сода с чем-то я не помню спектру русской вот грейп сода с чем-то грейп сода с чем-то грейп сода и они ходили там через день я думаю да вы заколебали елки-палки я говорю у меня 800 вкусов в палитре елка моё блин я для кого все покупал хоть курить одно и то же ты себя как бы оценил как мастера клиента ориентированным ты прям слушай заказ и все или ты можешь навязать свое типа попытаться меня в голове и на обучениях и всем мастерам я говорю одну и ту же фразу которую должен запомнить любой мастер гость никогда не курит то что он заказал прав он всегда курит то что ему забили я могу послушать что мне сказал гость и я не буду это делать если мне начнут рассказывать прям вот давай мне 25 процентов вот это вот 27 процентов вот этого 15 процентов вот это пошел я тебя услышал молодец класс со своими процентами сиди я пойду сделаю тебе чашку естественно нахрен его в открытую не пошли я сделаем вкусную чашку отдам он скажет топчик но я знаю что заказывал только что просил на дарксайд на как бы я ему забил сатир с трофимовым и все он будет курить с кайфом не очень интересная вот что-то у вас любители визорубки есть общие какие где-то отчасти наглые сами по себе на уме такие слишком самоуверенные ребята но это не в обиду звучит это как нет ну просто понимаешь большинство гостей особенно вот эти вот панторезы которые приходят ну бывает у меня настроение даже бывает такое там приходит люди там начинает не рассказывать игру суши давай ты не будешь мне рассказывать чем не тебе забивает или скажи что хочешь получить на выходе если уж на то пошло я три года курю калян игре 13 лет их забиваю давай ты мне не будешь рассказывать как работать но это слушали специфическая очень позиция вот по сравнению с кальянами которые прямо в попку бегают целуют хотят этот клиента полностью обходить облезать то есть это тоже какой-то определенный идет отсел аудитория к тебе идут определенного типа люди а те кто пришли и которых ты вот такой вот подачей испугнул они наверное не вернуться да ради бога тебя это не парит и как раз и тем самым формируешь определенную аудиторию ко мне ходить его только ты конечно а я просто хочу чтобы мне и моим сотрудникам тоже было комфортно а зачем им эти личности которые вот этот рассказывают как нам работает ну вот идет понтерезы понтерезы да вот эти вот которые я все зная сто лет курю кальяна у него в лексиконе москве дарксайты танжирс прости господин все так и чувствую не они просто вот эти вот понтерезы у них анжирс у них не там что у них там же танжирс и танжирс у них только потому что они не знают что бывает что-то крепче а по факту часть аудитории охарактериал кто-то себя узнал алексей если гость попросит забить и микс для попросит забить без для водолея как отнесешься что будешь делать микс для водолеев блин очень придумаю там скорее больше горнешь поднимешь его ли ты этого не 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 я наоборот люблю такую штуку вот люблю ассоциации там еще чего-то да вот вот это мне мне очень нравится то есть ты еще лояльно относится к ассоциативной миксологии прям вот это мне очень нравится когда люди просят это это просто оборот ну та же страна вернее ребро медали когда гость приходит где что-нибудь но это тоже самое угла рассмотреть то еще может быть как прикольный вызов забить это я еще могу понять но когда ассоциативная миксология что-то ты куришь ты чувствуешь какой-то там фиолетовый закат какой-то бриз морской вот это я считаю вообще фуфлом лютым ты сейчас как можно скажи честно как можно в кальяне передать заход рассвет да никак это не в кальяне объективно это в разговоре ты должен презентовать его так чтобы это было интересно ты согласен с тем что без презентации это не работает вообще нет это не будет работать да по большому счету любой кальян не будет работать без правильной презентации потому что это есть мысль тоже которую на на пока курить потому что не знаем кто пиздит тот не курит рецепторы на языке работают перманентно их очень много и задача кальянного мастера попасть в крепость попасть в какой-то основной вкус не совсем промахнуться то есть если человек просил кислое то он должно быть кисло но не должно быть приторно-сладко условно вот в направлении вот это вкусовщины дальше его задача прийти принести кальян дать визуализацию того что он забил чтобы мозг гостя запустил определенные рецепторы он реально будет сидеть и курить то что ты ему рассказал вот это кстати да с точки зрения психологии чуть подробнее расписал я обычно просто говорю что ты можешь там чего угодно намудрить и в чаще свет это не презентуешь то ну вкусненько но прикольно ну да там киевский человек вкус уже отличиться и сладкий но если тебя уже там три более со мной микс то то что ты там задумал после вкусе на вдохе на выдохе человек без презентации это тупо не почувствуя с просто одну прикольно все максимум что будет но это вот как классический выносит колен там попросил кисло-сладенько на пятерочку тебе выносит колен учете кислинка сладенько на пятерочку я пошел ну класс отлично дайте мне визуализацию что я курю ну типа этот ты как на дурачка не посмотри на человека ты забьешь под знак зодиака да да я чуть придумаю какую-то историю придумывают лет давайте этот для рыбы чтобы ты забил для рыбы слышно во первых их две то есть это на рисунке я бы куда-нибудь в китайский в китайскую тему ушел потому что не дает а не близнецов нет они на значке рыб рисуют там две такие рыбки и это за близнецы нет рыбы вот и палочка ну нет это значок а рисуют их именно там обычно 2 рыбки такие вот это рыбы я вы через китай куда-то пошел через иньян через лунную вот эту рыбу там как он лунный карп у них и в табаках это база была бы китайские травы с 5 трубости а дальше вот от них через какую-то травянистая такую китайскую тему я бы ушел куда не но тут понимаешь это может вообще да не попасть хотелки человека то есть когда смотри когда человек говорит этот топ то с чего я начал когда человек переходит в ассоциации это то же самое что я ничего я не знаю сделал что он всегда это тоже самое может быть да все что угодно это тоже самое абсолютно он пришел он заказывает этот кальян не для того чтобы ощутить себя там не для того чтобы ему лишний раз напомнили что он рыбы а он заказывает для того чтобы ему потом чуть затерли интересное ну да он шел заказывать не да а как бы ты презентовал этот кальян ты вынес свой микс и ставишь на стол чем это рассказывал суши это в моменте надо решать когда микс собираешь уже и в моменте уже какую-то историю потому всему подрыв затачиваешь люди подачу больше времени а скорость подачи в твоем заведении как ты вообще относится к скорости подачи вот это вот я не знаю в какой момент но не полчаса сколько норм выносить в заведении до 20 минутному и даже за пару да но тут вопрос тайминга и вопрос того как ты работаешь то есть гости зашли ты сразу кинули все точно подписан на мой канал очень много просто этот говоришь который я уже не раз озвучил прям слова слова так элемент воздух пойдет верхним слоем а крепкую линейку культа курил я не курил культа разве крепкая линейка ну культа все свернулся в принципе так они по-моему сдохли не разослали всем эти кресты и все похоронили сургаевым был он там на бабки еще серьезно попал но он заедет ко мне на фирмы если мы эту тему поразгоняем не сосед с этим в том же эфире общались она такую тему сказала что для брендов выставки уже не нужны они уже свои жили все бренды все битубе она уже между собой без выставок договаривайся битуми так выставки то битуси это не битуми ну и таби это просто тусовка вы знаю поэтому не более папа слазара для скорпионов чтобы для скорпион очень жесткое такое прям жалюще резко да 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 такое возможно даже вертик до вташный чили туда бахнул очистить и перцы не карчат чили вташный старый и этот трофимский суджук он прям черным перцем отдает очень сильно. По аромату или по вкусу? По вкусу. Как ты, кстати, разделяешь аромат и вкус? Многие путаются. Есть разделение? Слушай, это гипотетически, наверное, есть, но по сути нет. Я просто склоняюсь к тому, когда описываю сам вкус, который прокуриваю, я разделяю и вкус и аромку. Мне вот, когда я курю, я чувствую, что ароматизатор вот такой-то, в образе печенья, аромат я чувствую, но вкуса печенья не чувствую. И я в описании свой вкуса пишу, аромка, аромат печенья есть, попадание есть, но во вкусе я типа его слабое чувство. Его там перебивает или доминирует что-то другое. То есть рецепторы, которые... Для меня просто аромат, это вот я банку открыл, прикольно, пахнет этим. Вот это аромат. А затягиваешься, ну типа это разные рецепторы, которые за этот вкус отвечают. Мне кажется, это сложно разбивать как-то вот совместно. Вот аромат, вот он, мы в целом сидим. Ну и во время затяжки тоже пробивает по рецепторам. Эта чаша моя. Мне тоже нравится. Вот это прямо крепость моя и все. Ты куришь и можешь курить, не передавая шланг, можешь отдать и все равно у тебя ощущение накуренности есть. Перед этим супер дерзкая была. Можно было курить, но я не скажу, что это комфортное курение. А вот это прямо офигенное, комфортное курение. Кстати, вот объективно, честно, предыдущая чаша для тебя комфортно курить? Нет. То есть это для того, чтобы накуриться, ушататься, как тот гость, который тебе тогда пойдет, но не комфорт, не ощущение. Это хорошо. А вот это? Это, ну я бы навалил крепости немножко, а так, да, приятно. Да, это максимально комфортненько. Так, весы. Да, я тоже весы. Да, я тоже весы. Все копаю. Весы это, по большому счету, любой сбалансированный микс. Равновешенный, да. Не ударяешь они в сладость, не кислость. Любой равновешенный и дальше презентация. Только презентация, то есть как, что на одной, на одной, на другой чашу весов у нас лежит. А это два будет с остальных миксов? Слушай, зачастую нет. Зачастую у меня два базовых вкуса в чашке, то есть если я микс собираю, два, ну три. И если надо, я их дорабатываю. Я не сторонник вот этого сто-пятьсот вкусов в чашку класть, потому что они все теряются, это каша. Работает два-три максимума. А остальные там где-то чуть кислинку подал, чуть там это... Да, остальное это доработка. Да, да, да. Вот тебе надо вишню сделать, но тебе надо, чтобы эта вишня была вот терпкая. Ну, надо будет эту вишню как-то доработать, значит, чем-то чуть-чуть. Именно вишню адресно. Доработать там лимон тот же самый. Тебе нужен более конфетный. Ну, доработай его чем-то. Так, это микрология мне еще понятно. Так, Арина Топ. Правда там уже по восемь вкусов в банке. Весы, душа с грехами, с благодетелями. Какую душу не понял вообще эти грехи. А все прокурил вообще не понял. Концепцию или сами аромки не понял? Да, да. То есть, ну, как бы... Блин, ну, курил вкусно, мне все с 7 зашли. Да нет, они, ну, по вкусу вкусно. По сути, непонятно. Типа не сошлась концепция и... Нет, просто это как раз ассоциативная миксология, условно говоря. Это кальян ассоциация на определенный грех. Ты бы типа по-другому сделал? Нет, его... Он создан под презентацию. То есть, он только для того, чтобы его презентовали как-то. Как видит для себя тот или иной грех человек, который сделал тебе эту чашку. Все. Слушай, а так тоже это прикольный вызов, забейный какой-то грех. Забыть тему, я могу сказать, что когда кальяна работала, мы сделали авторское меню, кальяны, вот эти, которые квадратные колбы, и туда закидывали всякие что-либо. Я знаю, я против. И делали презентацию с видео, чтобы под каждый вкус, под каждый грех, мы прям визуализацию... А как это видео гостю показать? Ну, вообще у нас очень хорошая аудитория, которая чекает наши медиа, и поэтому... А, то есть, они сначала в соцсети могли посмотреть и перейти и заказать... Плюс сейчас очень большую популярность набирает электронное меню, это достаточно просто сделать. Такие кальяны, они реально имеют место быть, они должны быть. Но они должны быть в специфических заведениях, в специфической аудитории. Когда такую хрень предлагают где-нибудь на периферии, ну, это бред. Это бред. Это еще и где-нибудь... Там должно все совмещаться. И интерьер, и ценник, и аудитория. Это все должно совмещаться. Там, да, там надо. Это вот Таймлес, Мунтеро, вот и можно этим заниматься. Всем остальным я бы не рекомендовал эту фигню заниматься. А вот твое заведение, которое планируется, какое внимание ты будешь уделять СММ, медиа, будешь ли ты нанимать людей, которые будут качать тебе заведения по соцсетям? Буду. Ты... Это значит? Ну, это будет четко под какую-то концепцию. Я поэтому и хочу большое заведение, потому что тогда у тебя есть возможность нанять определенных людей для определенных задач. Ты не один на все руки мастер. Плохо, когда ты один. Потому что ты и директор, который должен всех пинать, ты и кальянный мастер, который должен быть отпинут директором, ты и грузчик, который забухал, не пришел на работу и всех подвел, ты... Ну, ты все. И это хреново. А когда ты... у тебя большое заведение, у тебя есть поток бабла, который позволяет тебе нанять всех для всего. А люди, которые вот персоналу будут наниматься... Сотрудникам... Терпеть не могу слово персоналу. Персонал там один, это уборщица. Команда. Вот какой к ним будет спрос помимо их профессиональных знаний? Ну, допустим, возьмем, окей, СММ. Человек по каким-то рекомендациям, не знаю, тебе говорят, что все круто, шарит в продвижении. Он должен слушать музыку с концепцией заведения, он должен шарить сильно в кальянах. Насколько он должен? Он должен понимать концепцию заведения. Хотя бы. То есть, в общении это должно быть понятно. Я лого... Он может быть вообще не любителем рока? Может, конечно. У меня дизайнер, который делал изначально логотип моей кальяны, лого был сделан, я не знаю, что дизайнеров 5, наверное, я пробовал. Мне ничего не нравилось. Потом мы познакомились с этим товарищем. Кирилл, по-моему, его зовут. Я уже просто устал от этого всего. Я говорю, дружище, смотри. Я хочу такой логотип. Вот тебе название. Вот такое я хочу. А логотип я хочу. Вот видишь мою машину? У меня сзади огромная наклейка Харли Дэвидсона на заднем стекле. Вот я хочу такой логотип, чтобы я захотел отклеить наклейку Харли Дэвидсона и прикрепить свой логотип. Ты меня понял? Понял. Все. Прикольно. Хорошая ТЗ. Вот это, мне кажется, офигенная ТЗ. И все. Он посмотрел на меня, понял концепцию, как бы, и сделал четко, как я хотел. Вот я, кстати, такой же логос хотел себе для проекта около кальяна, чтобы мне его захотелось себе в татуху накатать. И мне такое сделали. Он будет очень похож на печать Велеса. Ты, наверное, еще не видел, да, мой логос на Ули? Там, короче, тоже лапа медведя, но из предыдущего взят лабиринт. И я реально хочу ее нанести на следующую кисть. Ну, я почему-то так и видел, вот это вот, что-то топоры, там, какой-то вот, славянизм такой прям. Присутствует. Давай за твои татухи поговорим. Насколько они осознаны были, а сколько там попьяней и попьяней. И есть ли которые ты жалеешь, что набил, и что не символизирует? Я не жалею, ни о чем вообще, ни об одной. И уже пожизненно тоже ничем не жалею. Лучше сделать и пожалеть, чем всю жизнь жалеться не сделал. Да, это, кстати, классная позиция. Вообще не тянуть за собой ничего. Лучше где-то обосраться, что-то сделать, но ты живешь и не паришься, что что-то ты там в прошлом где-то не так сделал. Лучше пробовать. Рукав, честно говоря, я его начал забивать. Я его до сих пор не доделал, уже 6 лет. Потому что никак не могу. Хотели доделать рукав, в итоге я приехал, набили топоры. Как так вышло, я не знаю. Потом приехал добивать рукав, понял, что очень хочу вывести татуировку на шею. Добили вот на шею, сюда. Что у тебя вообще за элементы? Слушай, изначально это была полинезия. А полинезия делается от основных элементов. То есть, акула, черепаха и на плече сидит ящерица. Ящерица сидела на плече, потому что мне не нравится, как обычно полинезийские татуировки обрубаются. Как будто она недоделана, ее хочется добить. А, когда она четко обрубилась. Нет, ну у скалы она по мышце у него идет. Ему нормально. Анатомически, да? Да, анатомически. Анатомически будет этот в институт? Мы тут сидим, болтаем, разгоняем. Атмосферку все передает. Вот. Вкладывал ли ты какой-то символизм? Как вообще рождались эти элементы? В полинезии у нее же каждый треугольничек, ромбичек, какие-то племена, что-то значит. Там, значит, вот именно вот эти элементы, они как обереги, вот эти основные, там акула, ящерица, черепаха, они обереги, они там определенные символизируют. Я уже точно не помню, что, но я вот подбирал под себя и плюс то, как оно ляжет и куда. Ну, черепаха, она на плече вот сидит, потому что она в круге, она как бы хорошо сюда ляжет. О, давай, значит, мы сейчас Делюгу провернем. Ладно, сейчас этот момент будет, блин, давай я сейчас все-таки подолезу. Надеюсь, я ничего тут не развалякаю, извините, если пузо-лиматня вылезет. Мы сейчас покажем элементы, а потом мы зум опять уберем. То есть сейчас, ты видишь, да, что в кадре происходит? Да. Вот, я немножко на тебя поверну. Элементы попоказываю, а потом уже подробнее этот. Вот она, черепаха на плече. На, как это, это плечо, да? На плече, да. На дельта. Здравия, если я хочу по Гальковскому. Вот. А здесь ящерица, вот она сидит, она. И по идее у меня весь рукав должен был заканчиваться ящерицей. У нее хвост на спине. Но в итоге это что? Да это хвост. Нет, это просто узор, который уже отыгрывался туда, уже рисовали на мне прям ручкой. Прикольно, прикольно, давай забьем. Ну, просто узор, который уже дальше ничего не символизирует. И единственное, что здесь конкретно что-то символизирует, это вот этот вот треугольный иньянь. Сейчас сделаем, вот он. Вот, и все. Потому что иньянь, по сути, он, неважно какой он формы, он может быть любой формы. Мне надо было чем-то заткнуть этот треугольник пустой. Я такой, о, иньянь. У меня похожая история была, это вот здесь, когда была пустота, типа, что делать? Давай какие-то элементы нарисуем. Давай у тебя, типа, ворон есть, перья нарисуем. Так, откуда перья взялись? Давай его прострелим стрелой твоего ворота. Я говорю, давай убьем ее. Вот другого же живого себе ушатал. Вот здесь Будда просто, вот он спрятан. Слушай, Будда, а там Таиланд, это вся история. Что нельзя? Что-то такое, да, там, в некоторых странах. Где-то нельзя, но его показывать нельзя, он у меня спрятан. Поэтому вот здесь вот. Топоры, да, еще в внутренней части? Топоры, да. Ну, это что уже, что-то скандинавское? Ну, это скандинавское, плюс я довольно значимую часть жизни, я занимался мебелью, и именно делал. И именно в дерево. Да. То есть мы с другом делали, мы делали лофт, и за дерево отвечал я, за металл он. А дерево это не листовое, это именно дерево-дерево, да? Доски, да. Ну, типа, нет, это не ДСПшки, там, не ранило, не ленировано. Нет, и тоже от этого бизнеса я его продал, потому что я, просто мы делали, начали делать бюджетный лофт, используя не дуб, а лиственницу, он стал дешевле, и посыпалось очень много заказов. А для меня это искусство, мне в кайф сделать какой-то эксклюзив из дорогой деревяшки, но не 100-500 одинаковых ящиков в день. Мы сначала наняли людей, потом поняли, что за ними довольно достаточно сложно следить, потому что столяра это такие ребята специфические, они любят накатить, не вовремя. Я работал столярами. А потом выходят с девятью пальцем, технику безопасности, знаю, как свои семь пальцев. Так ты прям, это, сам фрезерами, все это ЧПУ фигачил, да? Не ЧПУ, все вручную. Ну, фрезеры, да? Фрезеры, да, шлифмашинки, все эти. Блин, просто локас облепите за качество картинки. Офигенно мягко размытый фон, очень правильный цвет кожи. Ну, согласись, цвет кожи прям охеренным периодом, да? Да, я загорелый. Ну, ты чуть-чуть загорелее, чем в жизни, но скинтон у меня прям нравится, какой он химичит. Так, возвращаем общий план, элементы посмотрели, с тартухой разобрались. Это тоже часть, которая мне интересно была. Так, я на класс все делаю, надеюсь, я примерно там попал нормально. Вроде... Да, почти. Почти, да. Блин, я просто в последнем эфире провод засыпил, у меня все тут порвалось, оторвалось. Не хотелось бы сейчас что-то не того сделать. Ладно, посидим чуть-чуть, кадр поплотнее будет, оттого не менее симпатичный кальян, все нормально по композиции. Так, у Влада топор, он паука гоняет, который паутик. Правильно, на предплечье здесь тоже топор, тебе его лучше будет видно, чем в камеру. Типа у меня концепция вся эта змея, она всякие разные элементы облетает, она типа хвостом тут держит топор, она здесь идет вокруг этого черепа козы и тоже на грудак выходит именно уже змея отдельно. И вот этого ворона она тоже, как и руны, славянские новости. Это да, это чертоги там всякие. У тебя, кстати, локоть лысый, ты планируешь, что чем-то... Да, я добивать буду, у меня еще, видишь, все пусто. Еще бить и бить. Ну, выглядит уже достаточно объемно. Ну, вообще есть бзик, хочу наполовину вот так вот забиться просто. С ногой? Правую половину, да. Я бы там, кстати, не думал. Это типа этот, часть нормальной полосы для человека. Да, это в этом, в Бэтмене, по-моему, там был этот, который 50 на 50, как он называется, я забыл. Что ж такое? Ва, застоялся нормально вот так. Да, топор на голову. Мне нравится холодное оружие, что-то не штыривает ни огнестрелы, но вот какие-то луки, арбалеты, топоры, все, что там для метания. Я так понимаю, ты тоже не в том веке немножко родился. Вернуться куда-нибудь, переродить меня в 13-14 веке где-нибудь в Скандинавии нормально все будет. Да, меня там зарубили бы сразу. Так немножко для атмосферки прикольно, но я рад, что именно в это время не хотел бы ни... Нигде раньше. У тебя есть какой-нибудь... Ты, кстати, да, ты же прям, сколько, до, можно сказать, осознанного чуть-чуть возраста, когда ты уже что-то понимал, 4-5 лет ты в Советском Союзе пожил и плотно застал постсоветское пространство. У тебя есть какие-то вещи, которые тебе там нравились, которые ты хотел бы сюда потянуть? Есть ли у тебя какие-то там ностальгические чувства по 90-м, по молодости? Слушай, у меня скорее по молодости есть ностальгические чувства именно в общении с людьми, потому что... Ой, а что он такой жесткий? Закислил что-то, затерп. Мы не были так погружены в то время в, так скажем, интернет-пространство. Мы были всегда за живое общение, его было много, больше. И отчасти был главный момент, по крайней мере, мужская часть, была четкая привычка и понимание отвечать за базар. Сейчас это все больше размывается. Сейчас мало кто фильтрует свои слова, потому что забывают про то, что за это можно в голову получить. Мы про это помнили всегда. И поэтому, как бы, общение было всегда очень сдержанное. Какое-то уважение старшее было. Сейчас это уважение все размывается, особенно когда в кальянной работаешь, и там приходят, извиняюсь за выражение, пиздюки какие-то там 19-летние. И начинается общение на уровне интернета. И я думаю, дружище, ты сейчас понимаешь, что ты не с той стороны монитора от меня? Точно? И ты не кошка, вроде, чтобы 9 жизней себя на запасе иметь. И этого сейчас все больше и больше. И, ну, как бы, вот в этом есть минус. Но есть, опять же, и плюс какой-то. То есть, есть какие-то темы, которые более свободно обсуждают сейчас, нежели раньше, потому что они были табу. Ну, и доступные силы. Да, тоже сексуальное образование, условно говоря. Сейчас об этом разговаривают спокойнее гораздо, чем в мое время. Ну, да. Ну, все равно хватало всегда во дворе информации. Понятное дело, хватало. И вот точно согласен с тем, что живого общения было больше. Меньше бурились по домам, еще не появились даже компьютеры. Где-то там какой-то сериальчик, ладно, там с бабушкой посидел, позалипал. Но вот эта вот романтика во дворах собираться. Дома тупо, блин, скучно было. Ты реально выдвигаешься, там санки, не санки, там что-то какие-то прятки, где-то там какие-то игры выдумывали. Вот этот вайп, мне кажется, он определенного типа людей воспитал. Мы собирались, мы по лесу бегали, там, когда Толкин только появился, первый фильм «Властелин колец» вышел. Думаю, все, у нас рядом с домом лес, мы все в этот лес строить какие-то замки друг друга мечами деревянными мутузинами. Ну, мы их делали. Ты что, с Палкинным? Конечно, лук, доспехи отшиты из старых, там, курток из кожи молодого Дермантина, там, вот это все. Там, что только не делалось. Да, а этот, лопухи, что только ставят палками бить. Крапиву, крапиву. А что вы все крапиву не делаете? Лопух не надо, лопух это природная туалетная бумага. Не надо его портить. Так он звук выдавал офигенный. Если очень сильно махнешь, ты реально прям по листу срезал прям этот лопух. Знаешь, как если найти кусок асфальта хороший, который отслоился, вот прям поднять его и куда-нибудь с моста в речку бросить. Вот это звук. Я даже булькнула. Так, Влад, топор, и когда на работу будешь устраиваться, чтобы в сторону не забить. Просто тупо эта часть голая пришла. У меня вот рабочая сторона, вот эта такая, она в костюме, еще здесь косуха уже пришита. А ты же кисть почти не тронул. Ну, немного ты на нее зашел. То есть рубашечкой при желании можно закрыть. У меня же шея еще. Ну, дальше я уже никуда не... Не, я уже... Я надеваю периодически костюмы тройки, но это не спасает ситуацию, потому что... Зататуированный чувак в костюме охереннее смотрится, чем... Да, я почему-то в костюме, в тройке, в классической, я выгляжу еще менее... Более неформальный, чем в косухе, условно. Вот в этом есть еще. У меня было такого, что ты забивался так, чтобы было видно татуху, чтобы не пойти работать в офис какой-нибудь? Нет, я не работаю в офисе и на кого-то уже очень много лет. Ну вот, я и говорю, чтобы не было этого желания. Нет, у меня и так нет желания. Не возникнет дяди когда-то. Нет, у меня очень плохие взаимоотношения с начальством. Ты дерзкий? Да. Ты приходишь в какие-то устоявшиеся правила и свои навязываешь? Ну, либо я туда не прихожу. Так, сейчас не то время, сейчас время, дал пизды, и на тебя напишут заяву. Вот да, вот это тоже расстраивает просто. Вот вроде мужики нормальные, тут бац, заяву прилетел, ну идти в твое налево. Если под камеры драться... Потом приходишь к... Сейчас, как они... К полицейским видео с камер приносят, что он первый быканул. Не знаю, насколько это лайфхак, не лайфхак. Но кто-то может захочет воспользоваться рубрика «Плохие советы». Если вы собираетесь драться под камерами, пожмите друг другу руки. И вы скажете, что это у нас договоренный бой, и мы просто, блин, решили силами, писками померяться. И если вы на камеру перед этим жмете руку, то уже не докопайся, кто на кого быканул, кто там первый ударил. Нифига себе, точно. Класс. Так, сейчас не то время. Вернись. Тут молодежь проста. Сначала. Да, я должен были спать. А что она отучивается всего на 5 лет старше? Ой, девчонка. А вот эта история 90-х, ты как-то космолыешь? Я жил в селе, в поселке, и мне вот эта вся романтика 90-х очень мимо меня прошла. Она не зашла туда. Давайте просто уточним один нюанс, что 90-е, это они так называются. На самом деле вся эта фигня реально закончилась ближе к середине, ну, там, к 2005-2006 году. Ну, вообще, да. 90-е это одно название, поэтому я плотничком это все нормально зацепил, так. Как тебя касалось, тебя там крепили, или ты, может, в каких-то шайках состоял, там, не знаю, как это грамотно называется. Ну, были, да, свои группировки, там, по районам. Да, но мы, скорее-таки, ну, неформалы, терки по районам, драки периодически, там, и вот это вот, зачем, согласованные, там, все нормально. Ну, кстати, этот, я помню, чем раньше, тем жестче были замесы, там, очень жесткие, потом биты с гвоздями, вот, подарок. Е-мое, это еще нормально, улетел это. Просто уже, я, опять же, на тот момент, пять лет, это уже большая разница была, к моменту, вот эти вот поселок на поселок, драки, к моей более-менее такой молодость осознанной, они уже прям практически без говна были. Это уже возле дискотек, там, на кулаках, вот эти биты цепи, я вообще-то не засталил. Без говна это было времена уже футбольных, футбольного фанатизма, это вот, это меня тоже зацепить успело. Ты махался от такого-то губа? Да, да, бегал. Весело был. Ты можешь эти времена обозвать, что дурачком был, или... Да нет, я считаю, что этим временам надо сказать большое спасибо, потому что, если бы не эти времена, я бы не был тем, кем я есть сейчас. Вот это, кстати, отчасти тоже очень сильно перекликается с моей позиции, потому что много ребят, которые что-то где-то там на теле промышляли, они, да вот, дурак был, дома не было. Но я побаловался чуть-чуть, вот эти... Любой опыт, даже отрицательный он опыт. Но ты, допустим, как бы, ну, как бы ты воспитывал, ты же воспитываешь... Кто у тебя, девочки, мальчики? У меня два парня и девочка. Какая возраста? Старше ему 14. Вот, если бы ты узнал, что он там в каких-то драках, замесах участвует, ты бы сказал, ну, типа, такой период, или бы ты от этого его как-то... А сейчас этого нет. Ну, если бы, допустим, вот у тебя пацан такой, который там собирает корешей, там, с соседним районом что-то там махается, как вот, если бы до тебя это просочилось, инфо, она не отреагировала? Слушай, ну, я не знаю, просто, есть ли моя жена на эфире сейчас смотрит или нет, но я бы, скорее, просто объяснил ему, как... Ну, оградить от этого невозможно, запретить это невозможно, это все равно будет, но без твоего участия. Лучше тогда научить и объяснить, как сделать так, чтобы это было максимально безопасно для него. Научить драться, научить видеть удар и так далее, и тому подобное. И стоять за себя. А сын может, там, или должен приходить к бате, жаловаться, что в школе я там побил. Как тут твоя позиция по этому функту? Не жаловаться, рассказать. Жаловаться, это, ну, это вопрос десятый. Ну, это вообще не пацанская тема. А вот рассказать, что такое был косяк, и вместе обсудить, где кто был неправ, вот это другой вопрос. Это уже понормальный мужской разговор. Ну, ты, допустим, чувствуешь, что это отражается, твое детство, твое определенное воспитание, то, что тебя сформировало на то, какие ты там ценности хочешь донести своему сыну. Ты его, образно говоря, по пацанским каким-то принципам воспитываешь? Ну, не то, чтобы прям по-мужским, по-мужским скорее. То есть, ну, уважительное отношение к старшим, к девочкам и так далее, и тому подобное. У них тут недавно в школе, у них младшую сестру, его одноклассника, мальчишка, прям вот. Я увидел видео, просто записанное одну, младшую сестру, там она два класса младше, по-моему, там в четвертом или в пятом. Он прям жестко ее зачмырил. Вот эти двое собрались, там, ну, дохли, я уверен, красавцы, правильно сделали, что? Правильно, все нормально. Ну, да, я сейчас чувствую, что это, это прочувствуется твоя молодость в этом плане. Вот интересно, ладно, окей, ты там, допустим, его вот так воспитаешь. Насколько на него все-таки вот эти вот последние там веяния повлияет? Сможет ли он воспитать своего сына так, что ты в него заложил или все-таки уже послабление? Воспитание? Долго осталось, по твоему мнению, жить вот этим мужским качеством, которое мы оценили. Для кого-то сейчас они уже совсем другие. Они будут жить до того момента, пока их кто-то транслирует. Пока есть кто-то, кто их транслирует, они будут жить. То есть, что такое воспитание, по большому счету, для отца, например? Это не более, чем дать пример. Ты ничего не затрешь. Подростку, подростку ты можешь ему говорить, обговориться сколько угодно просто. Ты можешь ему табличку написать, там, я не знаю, на ночь в ухо ему. Мантры какие-то. Да, вот это вот заклинание какие-то. Ни хрена. Он будет, вот он видит тебя, видит, как ведешь себя ты, как ведет себя отец. Вот он будет равняться на тебя. Все. Ты хороший, например, до сына? Слушай, ну, вменяемый. Могло бы идти лучше, да? Ну, я такой, какой я есть просто. Этого достаточно. Он тоже себя не стесняется. Я его отбил в школе один раз, потому что он как-то позвонили, сказали, что вызывают родителей в школу из-за поведения сына. У них достаточно строгая школа. Там жилеточки, рубашечки, все дела. А у него прическа, как у меня, ухо проколотое. Ну, там такой же, тоже барабанщик. И он закатал рукава, разрисовал руку, как у меня практически. И так ходил. Ну, фломатором. Ручкой. Ручкой. И так ходил. Ему сказали, раскатая рукава, он сказал, говорит, я в форме, вы что еще от меня хотите? По факту. Ну, по факту, да. Да, и вызвали родителей в школу. Мне жена позвонила, говорит, такая, походу тебе надо. Я иду, я приезжаю в школу, я приехал в школу, случусь класснухи, дверь открываю, она сидит за столом, что-то пишет, так, глаза подняла. Вы папа Ричарда? Я говорю, да, вопросов нет. Это примерно так. Так, индульгенцию выбил, нормальную. Слушай, вот мат, алкоголь, насколько у тебя там при сыне, типа, присутствуют? Ну, ты за материзмом можешь там крепко, я не знаю, прибухнуть, не материзмом? Нет, нет, нет. Ну, как-то что-то вылететь может, а прибухивать, ну, как бы, я могу при нем выпить вина, там. А на рогащих приходил? Я обычно прихожу в то время, когда все спят. Поэтому меня никто не видит, я это контролю очень. Так, понятно, тема психологии, воспитания чуть-чуть тоже у нас проскользнула, это тоже мне очень интересно. Так, сейчас одни рахиты растут, которых девушки защищают. Это отчасти где-то проблема, где-то, не знаю, там, венья, не венья. У нас, вот, примерно у этого поколения, возраста, и жестко, ты по понятию, пацан должен за себя постоять, там, где-то боевые искусства, где-то что-то, где-то уличные драки. Сейчас этого все меньше и меньше. Если у нас это прям, типа, ты должен был за себя постоять, то сейчас уже тенденции такие, что вроде бы и не должен. Есть органы, есть где-то бабки, есть какой-то статус, опять же, финансовый в обществе, типа, сейчас больше где-то там словами решить, деньгами заманаться. Сейчас, типа, это как-то больше рулит, чем у нас. Я вам скажу, что я влашилась на 10 лет, условно. У нас это все еще было. Там и драки. В Челябинске? Да. Там еще и регион тоже был. Но сейчас такого нет. Ну, раньше очень важно было девушке при выборе парня, чтобы он у него был авторитет не так по бабкам, как по силе. Вот он должен нормально, но ровным типом быть, какие-то связи не финансовые, вот именно его просто уважение от корешей, это ценилось больше. Сейчас этого может всего не быть, но могут быть деньги. И, в принципе, норм, уже достаточно. Да сейчас и вкусы у девочек, у маленьких, у них и вкусы поменялись. Им нравятся вот эти вот дрящи, вот эти вот с челочками. Там на него смотришь, это симпатичный мальчик или страшная девочка? Что ты такой? Есть такой момент, что типажи внешности уже тоже поменялись. Раньше как-то вот крупный, мощный, здоровый тоже больше ценилось, чем... Вот сейчас стильно одетый, сейчас может приоритетнее быть, чем просто накачивание. Последние пару лет вот эта тема викингов, кстати, стала популярной. И девочкам очень нравится парня с длинными волосами. Вот викинги, они дали понять, что длинные волосы это брутально, это не по-девчачьи. И еще, опять же, откатиться какое-то время назад, если ты ботлатый, то ты какой-то уже странный полу-покер. Сейчас вот реально музыка... Да это длинные волосы, это все, я слушаю, я в свое время съездил как-то на День Святого Патрика в Килте. Я в зеркало себя увидел, в отражении смотрю и не могу понять, почему я в юбке, зараза, выгляжу брутальнее, чем в штанах. Ну и, блин, типаж внешности, он не только в шмоте, не только в внешнем виде, оно изнутри идет. Если ты дохера уверенный в себе, отчасти где-то голос, опять же, если у тебя низкий, не знаю, там где-то растительность и все прочее, то что бы ты на себя не наделал, тебе сложно будет каким-то слащабым выделением. Я шерстяной, я шерстяной. А у кого-то с лицом не повезло. Вот у него просто сладенькое весо, и чтобы он с собой не делал, он так и выглядит везде. Так, в бород дался, вот времена были, помню, оказался мир таким огромным. Кстати, вот глобально, раньше было лучше? В плане? Ну, вообще, глобальный вопрос, раньше было лучше? Ну, раньше до чего? Ну, 15 лет назад, 10 лет назад, просто раньше. Ну, нельзя так это оценить. 15 лет назад и я был другой. Не понял. Так нельзя. Что значит, мир был больше, лучше? Там, ну, сейчас, сейчас, сейчас объективно хуже, чем было 3 года назад. Вот, здесь есть такой косяк. Ну, да, это вот прям... Потому что мир закрытый, у меня, я очень люблю путешествовать там на машине, а сейчас это все очень зажалось, и хрен куда уедешь. Ну, кто хочет, что тут путешествует. Ну, это денег стало стоить непомерно. Да, там какие-то объезды, пути все равно есть. Но я, если сам бы себе такой вопрос задал, мне абсолютно нравится то время, в котором я живу. Какие-то моментики, поностальгировать, да, но сейчас лучше, чем было раньше, лично мое глобальное. Так, добрее будьте, и здравые мысли восторжествуют. Так, угарный газ концентрирован посредством горения между чашей и коллаудом. А углекислый от угля, угарный газ вреднее углекислого. Да, но опять же от объема зависит. Если прям большие объемы брать, то от углекислого у тебя отравление, вот это вот ощущение, от угарного прям угореть можно. Он страшный угарный газ, он запаха не имеет, ты можешь плавно заснуть и не проснуться. А это от угарного, да. Это стремная история, жесткая. Будьте аккуратны. Так, Лад, поскажи свою фирменную двоечку. У меня фирменная двоечка, у меня обычная двоечка. Это двоечек разновидностей и херово-туча. Моя двоечка, она напрямых строится. Не люблю ни апперкоты бить, ни боковые. Вот у меня прямой самый сильный и самый быстрый. Лучше уличный, это троечка. В нос, в кадык и по ушам. И делай с человеком, что хочешь, любых размеров. Не знаю, в улице вообще один удар все решает. Самый незаметный удар в улице решает все. Рожденный бегать пизды не получает. В юбке видно кахонец, каханес какой-то. Это братальный. Да, вожига не скрыть за широкими стадами. Так, раньше трава зельнее была, что в чаше забито. Так, да, напомню, что там в чаше у нас забито. Джоти индийский. Все запомнили. Так, давайте по чуть-чуть закругляться. Мы сейчас по чуть-чуть врубаем ЧБшку. Если у тебя были какие-то мысли, идеи, которые бы ты хотел донести, можешь их доносить. А в целом мы много чего обсудили. Все достаточно. Да, у нас максимально информативный объемный эфир был. И за то, и за все поговорили. Круто. Вот то, что как раз я люблю. И за личники это делай, и за кальянные, и за бизнес. И мне кажется, ну и нельзя сказать, что личность полностью раскрыта. Все равно нужно за несколько лет с тобой продружить, чтобы понять тебя. Но в общих чертах мы поняли тебя и как мастера, как кальянного деятеля, и как человека. У многих уже впечатление сложилось. Я с тобой не общавшись вживую, для себя немножко по-другому у тебя открыл. Ты как-то поинтеллигентнее, что ли, чем у меня о тебе мнение было. Посерьезнее, с какими-то классными мыслями вообще за что-то высшее глобальное, которое очень сильно перекликается с моими. У меня реально было мнение, что ты отбитый на всю башню, где-то накидаться, какие-то тысячи ракешники, вот знаешь, такой мужик, который еще где-то застрял там в 20 лет. Вот я думал, что примерно ты вот так вот живешь. Но, блин, суперинтересная личность. И поинтеллигентнее, опять же, скажу, чем казался. Нет, это параллельная часть жизни, которая изредка, она просто нужна, чтобы не застаиваться вот в этой рутине всей. Но это какой-то определенный, не знаю, как его позвать, может, твой демон, который иногда вырывается, хочет курожать. Его надо выпускать, иначе он как-нибудь вырвется так. Не там, где надо. Не там, где надо. Но в тебе есть какой-то вот этот отбитый рокер, который может отчебучить то, чего тебя не ждут. Есть. Есть. Ну и плюс вечеринки. Ну, я их очень люблю. Причем я очень люблю их устраивать и тусить вместе со всеми. То есть не сидеть где-то в стороне, как у строителей. Я, кстати, сейчас вот планирую заняться этим мероприятием. Именно вечеринки. То есть вечеринки выходного дня. То есть вот собирать и собирать людей, и делать вечерину. А что для тебя вообще вот свой идеальный досуг, отдых назови? Тебе говорят, чувак, вот там, на тебе денег, сколько надо, а на тебе неделю выходных, как бы ты провел эту неделю? Со всей семьей где-нибудь на море в режиме тюленя. Вот это максимально не похвачит. Кстати, вот эти вот рок-фестивали, там все, угоняешь на них? Да, после такого отдыха надо еще отдыхать. Ну, да, гоняешь. То есть ты прям там полно. Но я больше не фесты такие люблю, я больше люблю собирать концерты старых рок-групп. Я летал по миру, я катался и летал на Scorpions, на концерт, на guns and roses на металлику на night wish я летал вот именно концерты собрать особенно именно старых пока не все они поумирали нафиг зацепить да да именно в живую на уж когда я на night wish прилетел в хельсинки просто я понимаю что я стою посередине фан-зоны вот так смотрю нотарию а я как дети у меня вся шерсть дыбом встала и у меня пачка отвисла вылилась я сам хочу от чего-то так зафанатеть просто ее голос это прошут божественно но это согласен помноженное на тяжелейший металл то просто это а ты чувствуешь что сейчас возрастом в тебе этого все меньше и меньше да нет на самом деле те же и пьянки они не стали реже они стали дороже все это просто раньше я мог насытиться там я не знаю дешевым каким-нибудь бурбоном и недорогим вином сейчас нет сейчас я не хочу так но в этом же свой шар был этот снаряд дешевого пойла но это был но это пережиток это ты можешь себе позволить когда ты молодой зеленый безбашенная когда у тебя есть некая ответственность дети семья это ответственность я уже понимали я 15 лет в браке мне трое детей ну куда как какие тут на хрен вот эти вот дешевые попойки в палатках там нет не вариант это вот сесть забуриться где-нибудь на вечерине с дорогим пойлом разочек там два-три месяца это да можно но семья все-таки немножко усмиряет рокеров тебе ему так это ответственность которая она просто вложиться на тебя и все и здесь задача именно не убить этой бытовухой себя и совместить жена насколько близка твоя идеология она в кураж тобой может выйти или она больше такая семейная домашняя по девчачьим кем-то штучка да нет она может почему то есть ну сейчас просто младшего маленьким от нее не отлучим а так да почему нет она с кайфом куин тоже затусится мы круто но не порисает опять этот движ там типа типа не пилите после дороги в вечеринке про смысл но это это важная штука потому что мне кажется вот на фоне таких движух вы могли бы быть в другой семейке добром скандал и она типа все ты мне достался своим всем выводом сошлись она тебя понимает просто смысловая нагрузка как бы но пока это не переходит какие-то границы никому не мешает никаким делам не мешают то есть понятно если условно говоря там завтра 8 утра с детьми ехать куда-нибудь там срочно по зарез а ты в шесть утра в очко пришел домой заснул на пороге не открыв дверь даже просто ввалился в квартиру понятное дело естественно тут будут вопросы но надо такое не допускать значит и все надо просто ну контролировать это все поешь у всех хотят там потусить выпить там это прикольно это клево это интересно это расслабляет но ответственность она должна быть башке надо помнить что будет потом мы не живем одним днем уже одним днем можно жить когда ты молодой у тебя нет ответственности а сейчас уже не не вариант это все тебе мысли с возрастом с опытом пришли эти мысли мне пришли это был момент какой-то щелчок да 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 потому что есть поговорка дал бог ребенка даст она ребенка я в свое время понял как она работает потому что когда я причем не сразу у меня родился первый и год ему примерно было год прошел и меня прям щелкнул такую ё-моё я же отец отец я все и я начал как говорится и башь конкретно по всем фронтам и уже ответственность появилась какая-то и понимание и так далее и тому подобное смотрим чатик я еще последний вопрос а что лучше с липнот и не систему куда он хоть разное так нормально же общались лад сейчас допьет бокал водки слушает я если бы иностранцы смотрели эфир надо было действительно что бокалы водки такие до гора а мы алкоголики эстеты такие русские лёха показывает гитара испанский галстук называется финальный я гонял за спартак это футбольная тема ничем не подержу лёха в 35 лет и лёха в 50 лет большая не разница будет но то что будет никогда не угадаешь но как бы ты хотел чувствовать я бы хотел чтобы единственная разница которая была это финансово больше заработали постепенно но не на табаке сына да хоть на чем очень неважно вообще барабан деньги не пахнут вообще пофиг если я буду такой же конченый но со своей яхты где-нибудь в карибском море вообще кайф раз слушаю спасибо тебе очень огромное вообще не страдает а история этом после эфира уже руки но реально по кайфу вообще было что пришел мы живем здесь относительно недалеко друг от друга здесь есть какой-то пляжик который с простым доступом есть кальянная зона я думаю с тобой летом где-то будем пересекаться микро сходки в здоровье сказали что так и так подтягивайтесь туда-сюда если что вон у меня на даче здесь шашлык машли вообще в пешей доступности бане есть меня фитнесе возле дома это и к тому что с лёхой будем пересекаться почаще если он как минимум сам будет играть и я всегда буду рад увидеть очень пока футбол дали только за очень много вопросов незакрытых я помню что по мере из чатика вопросы идут у меня в голове не рождаются и мы какую-то тему одну зацепили у меня там эти половина вопроса умерли у нас стопудово блин еще три эфира минимум 5 часовых будет поэтому будем пересекаться в любом случае мне фирчики будет еще где-то там с этой около мангальной зоны лёха завалит там как раз таки прикольно когда побольше народа собирается там какой-то фона микро тысяч происходит где-то камерка будет с этого подошел что-то рассказал забивку сделал пошли там не знаю мясо не мясо пожарили можешь музычка будет может акустика гитара можно сообразим где-то там электро короче какие-то бежурки будут вообще по кайфу имейте за гитарой прием музыкальную эфира у нас вообще никогда не было не хватает что часто забита уже отвечали немножко от мотая пусть гость расскажет о себе в течение всего эфира очень много мыслей было вот эти вот вещи когда человек за какую-то тему рассуждает мне часто прилетает ну типа чувство просто задаешь эти вопросы не раскрывает человека отношение человеку какому-то вопросу даже глупому даже не знаю там к этому к моргену к личности и к его маркетингу бизнесу что-то с кальяном связано не связано они раскрывают человека то как лёха рассуждает вы понимаете смежная его философия отношения к каким-то вещам с вами или нет это как и некое небольшое кино ну правда большое кино у нас по полтора часа эфира у нас идет уже четыре часа где есть главный герой сегодня-то льохая из под конец эфира вы понимаете насколько вы не за этом сопереживайте насколько вы сопоставляете себя с ним насколько вы там не знала не воздухом дышите в кино это присутствует когда вы начинаете сопереживать главного фтюру или не сопереживает то же самое с иферами гаис раскрывается по мере него если вы думаете блин откликается четкий тип по этим вопросам по этим а здесь типа не согласен но кстати в большинстве вопросов с легкой был согласен единственное что история с Моргеном, я к нему намного проще отношусь. Я не 100 долларов, чтобы всем нравится, поэтому тут такое дело. Здесь, да, больше про позиции. Так, давайте перескажите весь стрим, ага, в обратную сторону отводку. Как он чат и читает, так и стрим. Нолан. Так, вскрытие гостя, вскрытие можно праздновать здесь. Все, ребята, всем спасибо большое, кто присутствовал, все капитальные красавчики. Всем счастливо, всем peace. У нас еще, друзья, секунд 15 помолчать, тогда мы отрубаем. Это 15 секундное молчание. Это, типа, надо завалить ебало? Да. Это сложно бывает, я знаю, особенно когда вопрос какой-то провокационный. Не, я могу уже закрывать. Надо маску просто, наверное, для снадок. Леха Красава, хороший стрим, давайте, пока. У кого, кстати, вот опять же, про то, тут сложно замкнуться. У кого, кстати, тоже этот Леха по-другому раскрылся. Я не скажу, что прям кардинально по-другому, но вот кто сегодня его узнал больше, чем представление было до этого. А у меня, на самом деле, достаточно часто это бывает. Просто люди меня издалека видят другим совершенно, то есть они не знают, что я такое на самом деле. Ну и часто пьяно. Это да, потому что меня зачастую видят на фестах, а я туда еду отдыхать. Я не еду туда работать, я еду отдыхать. Имею право, имею право, в конце концов. Ты же никому не должен. Зимний джейси вообще, я почему заснул на сцене? Да потому что это был мой первый выходной за два месяца. Я два месяца херачил без выходных. Один. В заведении. За всех. Фотки разлетели. Просто ты там этот, то ли в шапке даже еще не был. А, там в автопаде было. Я не знал, что я туда попал. Я не знал. Моя память отключилась. Я тебя помню, как встретил на втором этаже. Все. На сим моя память закончилась. Ты попал в видос, кстати, да. Да, а потом я утром просыпаюсь. Кстати, по видосам блогеров можно сопоставлять. О, у этого засветился, у этого. Где я вообще был. Для этого блогера и нужны, чтобы напомнить, в каком состоянии, в какой точке и локации ты на фесте присутствовал. Да, ну в целом, по ним определяешь просто путь свой. Есть ли новый проект в ближайшее время? Ну вот через два месяца запуск его продукта без аромки. Возможно. Ну ты к этому идешь. Да, я надеюсь, что будет так. Параллельно, может, что-то мутишь еще? Параллельно я сейчас надо просто, я говорю, из-за того, что я не хочу маленькое заведение, и я не хочу делать его с партнерами, или мне нужен ну ультра прям адекватный партнер. Поэтому есть сложность в финансировании самого себя. Для этого надо определенное количество действий совершить, чтобы выделить себе бюджет на строительство нормального заведения. Я тебе уже сказал, сколько это будет стоить. Да, там, цифру. Существует место? Нет. Всем спасибо, всем пока, сколько в мире чудес. Да, вообще каждый день чудо, их надо собирать, видеть, уметь, вычленять в обычных днях. Так, я тоже думал, как и Влад, о нем оказался серьезный человек. Ну, ты серьезный человек, или ты можешь быть серьезным? Я могу быть серьезным. А, ты можешь быть серьезным. Но все равно в душе где-то, блин, вот молодой пацан. Ну, не прям молодой, я скорее молодой пацан с большим опытом. Вот я бы так, наверное, это назвал. На сколько лет ты себя чувствуешь? Да, лет на... Слушай, меня кризис, вот я помню тяжелый день рождения, когда меня прям шабануло, 27. Вот поэтому я примерно на 27 себя чувствую. У меня тогда прям пришибло. Вот 27 был тяжелейший, я прям в депрессняк какой-то даже впал. Ты в самом плане ни хера себе сколько лет, а я еще типа ничего не... Да, 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 вот прям пришибло. Блин, я вот, кстати, сам себе если бы вопрос задал, фиг знает, как бы я на нем ответил. Так, Леха, чатику не за тест, ждем твой продукт. А, Леха, чатику на за тест, ждем твой продукт. Так, да, по виду портрет строился один, а по общению ответственный мужик. Как бы вы, если умеет быть ответственным, я пошел. Всем спасибо. Альтернативный жизненный опыт и взгляд на мир. Очень интересно смотреть и слушать. Круто. Если новые проекты, да, ответили. Все, блин, ребята, точно постараемся замолчать. Оставим задел на будущие эфиры, точно будет о чем поболтать. Особенно, если какие-то концептуальные темы будут что-то прийти поразгонять. Особенно, если кто-нибудь выпустит что-нибудь крепкое, ты меня позовешь и попробует покурить. Крепко или нет. Так, да, кстати, это реально-реальные тесты, блин. Ну, блин, сложно сейчас вообще в эту нишу лезть, потому что все хотят деньги зарабатывать, а на ультра крепких продуктах ты понимаешь, что денег особо не заработаешь. Да нет, но они же раз на хайпе пытаются. Как раз вот сейчас, когда я заметил, Трофинов получил акциз и как-то выкатился именно как крепкий продукт на рынке и прошуршал по индустрии таким фоном никотиновым. И все решили, что-то Северный выкатил какую-то хрень там крепкую. Да, но все равно недостаточно крепкая. Ну, понятное дело, они пытаются что-то. Они пытаются это помножить на свой масс-маркет. Чтобы такой вот, это крепкий масс-маркет. Мы вас развалим, но нежно. Хороший этот слоган. Развали, но нежно. Почти наш. Это крепкий номер. Что, закругляемся? Помолчали? Не получилось, помолчилось. Айфон или Адроид? Ну, нет. Блин. Это последний вопрос. Ну, правильнее будет сказать iOS или Android? Ну, Android. Так, погоди. Ну, дошлиф он. Ну, с душой я с Адроидом. Ну, с душой с Адроидом. Ну, с ним проще. Так, Леха, теперь не Амбик, а Трофимова. А ты был Амбассадором Трофимовым? Да, я был Амбассадором Трофимовым. А почему был? Ну, мне надоело. А, тебе, в принципе, наверное, Амбассадорство не привязывается? Ну, нет. Я просто, там началось развитие. Вот это вот, начались розничные продажи через Амбассадоров. А я старова для Арифлейма, поэтому... А, вот это мне тоже нравится, когда смешивают, когда Амбики должны продавать. Продавать здесь три должны, а Амбики должны... Да, Амбики должны презентовать, а продавать должны не они. И вообще за этим не следите. Это, ну, нет. И плюс мне надо было время на свои проекты. А кататься бесконечным презентациям, это, конечно, круто, но нет столько времени. Ну, а с Трофимова в топ-5 твоих продуктов входит? Ммм, да, пожалуй, да. А вообще какой твой топ-5 Сатир, Трофимов? Сатир, Трофимов, Догма, Бончо и... И, как ни странно, наверное, Сибера. Да, далее. Сибера. Ну, по ромкам, да, там интересно. Но сочетание цены, качества и адекватности продукта в обеих линейках, прям... Да. Хорош. Это вот чисто для работы. Сейчас Алина где-то, если на сервере есть, на стриме смотрит. Он такой, да, не зря я вчера к нему приехал. Вчера к нему приехал, а ночью. Мастер двухмыслей депутатов. Ха-ха-ха-ха. Так сколько там молчать-то нужно? Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Я знаю, это сложно. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Молчи, 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 молчи. Вруби эфир, где молчание начнется. Вот когда в эфир попадет, сразу молчи, 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 туда можно врубать. Блин, он только закрыл. Если там сейчас дикая задержка, то придется больше молчать. А, нормально, время не идет. Все можно закрыть. Все. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова